Вот кто первый мне позвонит, попросит интервью, я дам. И звонишь ты. Янка-россиянка. Я те, кто быдло. Бывших алкоголиков не бывает. Согласна. Попробовала алкашку, которая мне так же сказала. На колени, сука. Сидеть не мыркать. Прав, всю эту ситуацию с Ефремом. Он убил человека. Это болезнь. Лестница, веревка висит. Выезжаю навстречу. Соленеешь мурашки. Да, я пережила сына. И доктор около меня сел и сказал такую вещь. Тебя убивали. Сигарева в рехаб силой не повезешь. Нет. А на Айваска я была. Мощно. Не наездишься, как говорится, можно обосраться. Политика говно. Я не хочу государя. Путин, он же как дождь. Ну, а ты с немцов, тебе даже больше, чем Навальный. Да, больше, чем Ельцин. Прости, что не могла быть хорошей дочерью всегда. Она мне сказала, ты хорошая дочь и башка раз назад. Я мечтаю играть алкоголичек. Я хотела делать Ольгу, вот как Мордюкова в родне. Ну, какая она, нахер, там, светская львица? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы в городе Герои Суздале. Приехали к Яне Трояновой, где она проводит наше карантинное лето. Яночка, привет! Не пошла туда тебя встречать в вишких тапках. Нарядилась. Привет! Здорово! Здорово! Паду тебя видеть. Дочерь я что, в Суздаль забралась. Яна Троянова. Актриса театра и кино. Приобрела известность сначала в артхаусе. За свои работы в фильмах «Волчок», «Ко-ко-ко», «Страна Оз» неоднократно получала призы за лучшую женскую роль. Народная слава пришла к Трояновой после работы в сериале «Ольга» и на телепроекте «Последний герой». За свою жизнь Яна Троянова пережила избиение со стороны первого мужа, алкогольную зависимость и самоубийство сына. Ее сын Николай покончил с собой, когда ему было 20 лет, в 2011 году. Этот жизненный опыт находит отражение в киноработах Яны. С 2003 года замужем за драматургом и режиссером Василием Сигаревым. Ну все, пойдем, покажу, блин, обосновалась. Слушай, какой домик симпатичный. На карантине. Потом расскажешь, что приперлась. Да. Значит, смотри. Ну, здесь такая типа у нас. Ну, слушай, здесь симпатичный такой. Там на второй этаж спальня. Ну, что тебе в спальне смотреть? Пойдем, покажу тебе столовую с кухней. Я тебе вкусностей накупила. Так, а как у вас это происходит? То есть ты вдвоем с мужем или с друзьями вы приезжаете? Нет, сначала, слушай, у меня очень хорошие друзья, которые видят, что если я запахалась уже, они мне говорят, поехали на Алтай. А я быстрая, знаешь, я так понимаю уже, что, но если мне говорят, надо просто подчиняться. И они говорят, давай Суздаль. А почему Суздаль? Почему Суздаль, да, почему Суздаль? Они говорят, ты приедешь и влюбишься. Влюбилась? Влюбилась. Вот, слушай, ну настолько. Знаешь почему? Потому что здесь люди с любовью все это делают. Вот ты здесь ощущаешь прямо вот эту настоящую Русь или нет? Слушай, я вообще ее не ищу, если честно. Зачем мне ее ощущать? Она всегда в тебе. Она во мне. Я куда-то еду, мне хорошо. Какие самые любимые места у тебя в России? Вот была на Алтай, теперь в Суздаль. Ты же много, ты на самом деле одна из немногих, кто и раньше путешествовал в России. Да, я всегда ездила, да. Слушай, Владивосток, Улан-Удэ люблю. Я всю жизнь ищу себя. Меня не то, чтобы куда-то тянет. Меня вот тянет куда-то пойти, поехать. А нахожу буддизм, да, там, или раз на Алтае, там, язычников, травников, да. Я постоянно что-то нахожу. При этом я не ставлю задачи, а что я буду искать. Я знаю одно в жизни, что мне надо найти себя. Нашла себя. Я, конечно, могу сегодня сказать, да, в свои 47 лет, что я себя нашла. Но это хуйня. Это на самом деле только сегодня, да. А завтра я буду еще что-то обнаруживать. Поэтому, ну, это же путь на всю оставшуюся жизнь. Он мне очень нравится. И я все больше и больше становлюсь таким сторонним наблюдателем. А родину знать стоит. Ну, да. Слушай, голова рано встала. Ну да, в дороге же все. Кепка, знаешь, выручает. Я ее вообще у подружки взяла. Говорю, оставь мне кепку, потому что я не смогу сделать себе на башке ничего приличного. Придется в кепке. Мы что, можем? Ну, давайте уже, а, еб вашу мать. Я посмотрела наше с тобой интервью, по-моему, трехлетней, сколько, даже больше, 16-го года. 16-го, да, мы делали в Ла Фессиель, да? Да, я прям, во-первых, очень горжусь этим интервью. Я считаю, что я каждый месяц там делала какие-то материалы, и с тобой вот для меня был один из лучших материалов вообще эво. Хочешь, я тебе прикол уже скажу? Давай. Журналисты стали копать, что у меня повесился сын. Я скрывала. Я не могла заговорить об этом. Вот до такой степени стояла стена. То есть я уже вылезла из алкогольной зависимости и все равно не могла об этом заговорить. Мне Вася сказал, надо начинать, иначе ты, это губило меня. Вот тайна же, да, самое страшное, это всегда хранить тайну. А вдруг где-то вылезет, да? Все психологи говорят. Да, когда начала сильно беспокоиться по поводу того, что поехали журналисты в Екатеринбург, раскопали каких-то там вообще старых родственников от той линии, и мы уже там никто особо-то и не дружим, не общаемся. Там вообще мало кто выжил. И начинают расследование. Вот там у звезды сериала Ольга. Я думаю, стоп, все, вот это нет. Нет. Меня голыми руками не взять. И я говорю Сигареву, вот кто первый мне позвонит, попросит интервью, я дам. И звонишь ты. Представляешь? Мурашки. И ты звонишь, я просто держу базар, отвечаю за него. Я помню со своей стороны, я прихожу, я была беременная тогда. И меня это, кстати, очень подкупило, если честно. Ты рассказываешь эти вещи, ужасные вещи. Я вот даже сейчас говорю, я помню это свое состояние. Я понимаю, что ты пережила в жизни что-то, что, ну вообще чего. Вот знаешь, вот только даже сейчас, когда у меня уже есть Платон, вот мне раньше снились кошмары, а вот сейчас мне один раз за все время с его рождения, сейчас он уже 3,5 года, мне приснился сон ужасный про него, что с ним там что-то случилось. Ты не понимаешь. И вот это ощущение, когда я встаю, рыдая, бросаюсь к нему наверх, бедный ребенок спит в 8 утра, я начинаю рыдать, он просыпается, я думаю, господи, какая я эгоистка, я его пугаю, значит, своей мамой, он, мама, что случилось? А я прямо его обнимаю, Платоша, я тебя так люблю, все. Потому что вот этот кошмар, что что-то с ребенком, и это вообще нельзя сравнить ни с какими этими чудовищами, какие-то монстры мне раньше снились. С политикой, да ни с чем вообще. И когда ты мне рассказала, я помню, я вот во время интервью, во-первых, у меня слезы были, потом я рыдала, это какой-то... Ну, давай я тебе скажу одну штуку. Нет такого горя, которое нельзя пережить. Вот я сегодня живое свидетельство того, что жить стоит, несмотря ни на что. Когда только начиналась эпоха самоизоляции, помните, как мы все рассылали друг другу смешные мемы по поводу «выживут только бюджетники», анекдоты про поддержку бизнеса правительством, ну и много чего еще. Сейчас уже понятно, что наши самые печальные прогнозы оправдались. Многим уже в этот момент не до шуток. Бизнес, конечно, выкручивается, но выжили далеко не все, как вы понимаете. На государство рассчитывать не приходится. Поэтому обращаюсь ко всем, кто смог сохранить свой бизнес. И он еще стоит на ногах и как-то дышит. Давайте протянем руку помощи тем, кто поставлен на грани выживания. Я пока могу говорить только за себя. Но именно сейчас, когда идут сокращения, когда происходит оптимизация, вот лично я стараюсь либо дать людям работу, либо поддержать их в соцсетях совершенно бесплатно, дать им какие-то проекты, ну, либо купить что-то самой. Да, я много потеряла, но мне уж точно сейчас не время прибедняться, время помогать. Макс, привет! Привет! Слушай, спасибо тебе большое за маски. Отлично вообще получилось. Давай-ка я у вас еще партию закажу для подписчиков нашего канала. Расходятся, как горячие пирожки. Ну и потом мы все ждем вторую волну эпидемии, так что лучше заранее подготовиться. Очень рады были помочь, Ксения. Как вы вообще? Как жизнь? Откровенно говоря, бывало и лучше. Заказов в разы меньше. Поэтому рады сейчас любым предложениям. Стараемся выкручиваться. Ну, это понятно. Как говорит Медведев, держитесь, ребят. На самом деле, всем сейчас непросто. Ладно, давай о деле. Куда вам деньги перевести? Если есть возможность, то на электронный кошелек PR. Номер я брошу. PR? Отлично. Я тоже себе его завела. Перевожу. Получил? Да, отлично. Спасибо. Все вижу. Приятно с вами иметь дело. Ну, супер. Мои бизнес-партнеры используют различные платежные системы и могут находиться вообще в разных уголках планеты. Но с PR у меня не возникает вопросов, как перевести или получить деньги. Рубли, доллары, евро, неважно, даже криптовалюта. Мне сейчас все это доступно в одном сервисе. Это, пожалуй, один из самых удобных и безопасных инструментов с множеством возможностей, моментальным пополнением и переводом средств с минимальными комиссиями, встроенным обменником и понятной криптобиржей. Вся работа ведется по международной финансовой лицензии PSP. Также PR – это отличное решение для платежного агрегатора на вашем сайте. Все подробности по ссылке в описании. Заходите! Вот это моя сегодня победа, когда я могу смотреть на тебя, слушать то, что ты говоришь, понимать тебя, понимать твои страхи, но уже не оглядываться назад и не говорить «Ах, это было со мной!» Это было с ним. А вот мой эгоизм – это то, что я притягивала эту трагедию к себе. Как ты мог со мной так поступить? Вот когда я со всем с этим разобралась, я его с уважением отпустила, сказала, что это твой выбор. А когда отпустила? Вот ты тогда дала мне это первое интервью про Санна? Да, это я уже была близка. Вот я уже была близка к раскрутке, к той, что либо ты живешь нормально, либо ты не живешь. Потому что пока я бухала три года после того, как его не стало. Были попытки что-то с собой сделать, но они трусливые такие были, знаешь, «Ах, вот не получается, ладно, еще подожду». У меня был один случай, я включила в машине, у меня спортивная машина была, зимфиру в машине, и я оставлю на память свои сигареты, потому что у него осталась пачка сигарет. Вот насколько человек решился, да? У тебя есть сигареты, у тебя есть где жить, и ты принимаешь такое решение, да? Мне тут один хороший товарищ говорит, бросил курить, а обидно, в пачке всего не хватало две сигареты, и вот я ее выбросил. Я говорю, обидно, когда веревка на лестнице, лестница, веревка висит, где уже он не висит, веревку срезали, и лежит пачка Винстона без двух сигарет. Вот это обидно. Вот это обидно. Сука, ну покури-посиди еще минуту, да? И поменяй решение свое. Но оно было таким, видимо, стремительным, что не подумал даже перекурить. Побухав тригу... А, вот включаю я, значит, в машине, и я на память оставлю свои сигареты, и выезжаю на встречную, и отпускаю руки. Ну, то есть трезвая, вменяемая, но понимающая, что я не вывожу. Да, что я с этим жить не смогу. И не поверишь, и вот насколько эгоистка человек едет в другой машине, да? А у меня горе, блядь. А мне уебаться надо, да? И скорость хорошая, вот та, что уничтожит. Похуй на меня, другого человека. И в этот момент не работает мозг вот так, как я сейчас говорю. Он работает так, что это же я принимаю решение. Да, вот мое решение. Я убираю руки, летит машина, орет музыка, все как в хуевом кино, знаешь, вот, да. И мы уже близко были, и у меня руль сам отворачивает вправо на мою проезжую часть. Мы пролетаем, вот так мы успеваем, знаешь, вот будь то вот увидеть друг друга, что прости, дорогой, потому что я охуела. И вот тогда начались движения. Ты лицо этого человека помнишь? Нет, это скорость была все-таки, да. Но я помню, будь то человека. Я будь то сердцем понимаю, что он мне сказал, ты охуела вообще. И в этот день я приехала домой, легла спать, и мне приснилось, что заходит сын, и как обычно, вот он, как он раньше приходил, сразу рубит салат, там что-то на кухне. А у меня такая студия была с кухней, и я на диване уснула в ней, не в спальне. Я на него так смотрю и говорю, Коля, ты типа как, ты зашел, ты же умер. Он ко мне поворачивается весь в крови и говорит, еще нахуй раз. Ты что-то себе подобное позволишь. Я все поняла. Ну, то есть у меня больше не было попыток. Это началось нормальное движение вперед, это не вверх, не вниз. Это уже наконец-то вперед. Да и тогда, когда я бухала, это не было вниз. Это было мое движение. Всего-то лишь. Что ты почувствовала, узнав про всю эту ситуацию с Ефремом? Хороший вопрос, если честно. Я почувствовала именно то, с чего ты и начала. Вот это падение алкоголизмом, но нельзя было его, конечно, так хлистать в соцсетях, как его хлистали. При всем, да, он убил человека. И нужно понимать одну вещь, он не хотел никого убивать. Это просто вот болезнь уже включилась, когда она тебя уже уничтожает. Это болезнь. Вот. Человек в беде. А как ты оцениваешь все, что вот дальше стало происходить с адвокатом? Я перестала наблюдать сразу. Я сразу выключилась. Вот, то есть я еще хотела сделать пост, когда увидела осуждение в его сторону, мне хотелось объяснить людям, что это не он, это болезнь. И вдруг начались какие-то движухи адвокатов. И знаешь, как просто сделать вот так, блядь, хоп, и все. Нет. Делайте, что хотите. Но я не смогла, потому что начались постановы уже какие-то. Нет. Сделал, отвечай. Причем, я тебе, знаешь, что хочу сказать, что когда он предложил большие деньги этой семье, это тоже хороший выход. Мужчина ехал на работу в Москву, да, заработать для семьи деньги. Да, погиб, да. Ефремов делает сперва вот этот правильный ход предложить деньги. И Сигарев правильно тоже рассуждал, что семья могла бы взять эти деньги, потому что мужчина ехал заработать деньги. Но общество же чего боится? Осуждение нового, да? Если бы они взяли деньги, их бы осудили. А на самом деле это тупо. Можно было взять деньги, и при этом... И не ходить по всяким шоу. Ирина, здравствуйте. Наши соболезнования, примите, пожалуйста. Это ужас, то, что пришлось вам. Вон, картинки. Перенести вот за эти, получается, меньше суток прошло. А ты понимаешь, что они не взяли только потому, что понимали, что все общество... Конечно. Общество хочет, чтобы ворострить. А то, чего ты сегодня начала, чтобы за деньги можно спустить все. Понимаешь? Потому что рассуждение будет, вот знаешь, как раньше стояли, виселицы на площади. Да. Почему на площади? Я всегда не могла понять, почему, ну хорошо. Прилюдная порка. Да. Это обязательно. И все соберутся посмотреть, как кого-то понесет сегодня. Ну конечно, макиявили. Ну конечно. Вот так же, собственно, сегодня нужно собраться, и не дай бог, кто-то со своими деньгами... И останутся на всю жизнь несчастной. Вот скоро это пройдет история, да? Они находятся по своим ток-шоу. Вот когда все это началось, я говорю, я закрыла шторы просто, думаю, все, нахуй. А в итоге, если бы они взяли деньги, и Ефремов бы все равно, естественно, понес наказание, оно уже смягчающее, потому что семья нашла компромисс. И смотри, все бы быстро забыли. А они бы действительно дали детям образование, и его семья, да, всем бы было нормально. Так в итоге и он сядет на больший срок, и семья получит 100 тысяч. Да, все несчастны. Да, все несчастны. Вот оно, и все несчастны. А так можно было, не умеем договариваться, потому что боимся осуждения. Ну как бы хорошо, если бы все помнили, а кто судит? Кто судит-то? Сергей, ну, главный и первый вопрос, как вам удалось сохранить такую форму на карантине, и такой загар? Вы выглядите, как молодой Стивен Сигл практически. Спасибо большое. Я не только являюсь бизнесменом, но являюсь действующим спортсменом, и всегда ставлю перед собой более высокую планку. Я так понимаю, что вы еще увлекаетесь биохакингом. Это дико интересная тема, и главное сейчас вот ей, этой темой занимаются самые прогрессивные люди планеты. Расскажите нашим зрителям, что это такое. Я с моими единомышленниками, лучшими тренерами, лучшими спортсменами, международниками разработал систему, которая, конечно, да, безусловно, она основывается на спорте высоких достижений и впитывает в себя последние достижения, в том числе медицине, в фармакологии, в БАДах, в витаминах. И она применима очень индивидуально каждому человеку. В зависимости от его состояния организма, возможности его иммунной системы, гормонального фона, его цели можно достигнуть великолепных результатов, изменить человек качественно в лучшую сторону. Расскажите, как это работает, и что такое биохакинг? Правильно ли я понимаю, что это попытка затормозить возрастные изменения и оставаться все время как бы на одном уровне возраста в течение долгих лет? Когда ты перед собой поставил цель, и ты решил измениться в лучшую сторону, изменить себя, с того момента ты уже никогда не будешь прежней. Вот мы помогаем, то есть выбрать именно тот путь, который человеку поможет стать лучше. Вот что конкретно нужно делать для того, чтобы жить 150 лет? Вот конкретно. Вот я сейчас в Москве, здесь вот и сейчас собираю команду, даже не лучшую в России, лучшую в мире, которая поможет людям, тем, которым действительно нужно, те, которые хотят изменить свою жизнь, помогут им показать этот путь, направить их в правильное русло. Что вы им предложите? У нас есть несколько уникальных, индивидуальных программ и для мужчин, и для женщин, в зависимости от возраста, в зависимости от состояния здоровья и в зависимости от цели, мы поможем это сделать так, чтобы этому человеку это не навредило, а сохранило его здоровье, и он получил достаточно такой длительный эффект. Последний вопрос. Вот тяжело ли совмещать такой интенсивный здоровый образ жизни с бизнесом? За годы работы над своей компанией, я понял, если я не буду соблюдать определенный ритм жизни, не буду заниматься с собой, роста не будет, не будет. И я просто на какой-то момент, лет, наверное, 7-8, я понял то, что я остановился, и у меня просто нету сил идти дальше, поднимать компанию еще выше. Поэтому как раз меня это и стимулировало. Я считаю то, что правильный бизнес и правильный бизнесмен – это человек, который находит баланс между собой, семьей, своими друзьями и бизнесом, тогда он будет развиваться, и его компания будет становиться сильнее, мудрее и лучше. Класс! Я вам желаю удачи и в бизнесе, и в спорте. Спасибо за уделенное время. Я просто прочитала очень внимательно все твои интервью после того нашего первого, я увидела вот такую эволюцию. Вот мне еще, когда мы первый раз об этом публично говорили про сына, на мой вопрос, винишь ли ты себя в этом, ты ответила, что винишь. Да, вот видишь, процесс еще, да, ты уже сказала, что нет. Да, я сегодня могу, честно сказать, что я, конечно же, в этом не виновата. Ксюш, это был путь просто. Мне надо было принять решение дальше жить уже без попыток каких-то убрать себя из жизни. я хотела честный путь. Ты знаешь, что в трагедии самое страшное, что показать себя счастливой людям. И когда я это поняла, поняла, что общество ждет от меня трагедии, и баб, которая страдает, жертва, да. Я сказала, хуй вам, да, хуй вам, хуй вам, да, я пережила сына. люди это иногда не прощают, они хотят эту жертву, потому что они смотрят на тебя и в этот момент думают, бля, у кого-то хуже, чем у меня. И я после того, как просто, не знаю, вчера там, не знаю, кошелек у меня украли, сразу моя трагедия кажется мне хуйней по сравнению с тем, что переживает она, и мне как-то легче. И люди в тебе видят возможность облегчить свою жизнь, понимаешь, через... Мало того, Ксюша, а иди теперь женщинам, у которых это случилось, покажи, что выход есть. И вот именно это обращение женщин ко мне в инстаграм, в личку, меня вообще в чувство привело, что я не имею права страдать. Понятно, что боль не уходит, все, к Мордюковой вернувшись, да, в кулак жала и пошла. Это демонстрация. Слушай, вот с этой Мордюковой не кажется ли, что это, знаешь, какое-то, ну, уже до жути такое у тебя совпадение? Ты все время говорила всегда про Нону Мордюковой, ты реально на нее похожа? Я ее очень люблю. Я, кстати, недавно, ты знаешь, чтобы хоть как-то перебить это ощущение от Бесогон ТВ, я пересмотрела фильм, который очень люблю, родня Михалкова. Да, 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 но это вообще... Я всегда правду говорю. Да камон, твоя правда нужна. Правда. Один уже от твоей правды сбежал. Он не сбежал. Я его сама выгнала. Любила больше жизни и выгнала. А как ты думала, чтобы я жила с таким балабутом? И она там Я Ольгу начинала с химией, поправилась. Я хотела делать Ольгу вот как Мардюкова в родне. Вот разве что я себе не сделала бы золотые коронки, потому что, ну, это четко тогда я уже. А я прямо поправилась. Как раз только вообще в этой жизни что-то там оперяться начала в плане восстанавливаться после трагедии. Химию сделала. Так представляешь, что НТ не захотели, а они пересняли потом. Пилот сказали, нет, не надо. Э, ма, ты что, больная? Да и лозились со своим Андрюхой. Да мам, не надо. Пехолю так надо было своему говорить. Ты что, мой рекорд решила побить? Раньше 17 родить. Да стопай, стопай, это схема. И ты, конечно, это ее какая-то реинкарнация сейчас. Не знаю. Не знаю. Не чувствуешь это? Нет, я не чувствую. Но даже по судьбе, по ужасу, там, каких-то вещей, которые происходили. Таких судеб много, Ксюш. Много. Людей и молодежи гибнет гораздо больше, чем мы сидим тут и рассуждаем, да. Очень много погибло людей, молодежи от наркотиков, от алкашки, от трагедий каких-то там тупых, нелепых и так далее, самоубийства и тому подобное. Это путь, и у нее путь как раз у сына тоже с наркотиками связанный. Я только после смерти узнаю такие подробности, что он попробовал героин. Он понял, что он уже не спрыгнет. Вот именно тот какой-то вонючий, чмошный героин, который дает тебе понимание, что все, ты попался. Мне просто не суждено было в жизни это попробовать, но я попробовала алкашку, которая мне так же сказала, на колени, сука, сидеть, не мыркать. Все, я твой повелитель. И я это раскусила тоже, что мной повелевает алкоголь. Это был мой хозяин. А ты не сорвалась, кстати, потому что тогда в 16-м ты говорила, что эта тема для тебя закрыта. Да, я так все еще и трезвая. У меня скоро 7 лет трезвости. Это праздник. в этот момент? Нет, никаких поползновений. Я не хочу бухать. Ну вот это свобода, главное сначала определить себя как раба, а потом определить себя как свободного человека. Не знаю, насколько тактично об этом говорить. Если нет, ты мне прямо честно об этом скажи. Ну вот, я твоего мужа несколько раз встречала просто где-то в компании, в городе, без тебя, и он выпивает так сильно. Это не сложно, вот когда ты в завязке быть рядом с человеком, который сильно пьет. Это же огромное скучание. завязка и отказ принятия решения это разные вещи. То есть, я приняла решение не пить, а его решение продолжать пить. Понятно, что мы раньше вместе бухали, это было очень классное время, весело. Все, и конечно, ему стало потом со мной даже скучно, я это видела. И конечно, он поперся пить в Москву, но это его личное дело. Вот чем быстрее еще и... Это тоже был новый этап, когда я вдруг поняла, что моя трезвость никого не касается. Да? Что он мне не вещь, он мне не вот этот муж, который там объелся груш, а он чувак свободный, который может делать то, что он захочет. Сегодня... Ну, вопрос не в этом. Я сейчас даже не про осуждение, я просто знаю вот по себе. Например, вот я прохожу какой-нибудь там двухнедельный детокс. А при тебе... А со мной рядом там мужчина, который живет, понимаешь? И я начинаю в какой-то момент сука его ненавидеть, ну же, хули ты живешь? Я там, понимаешь, страдаю, у меня куриная грудка, а ты понимаешь, что ты... Ты хочешь влиять на его волю? Ты хочешь, чтобы все подчинялось тебе? я хочу, чтобы меня это не соблазняло. Понимаешь? Так это значит, ты руководишь процессом, ты ему говоришь, а ты типа, ничего, что я тут голодаю? Ну вот если бы я сказала ему, да, ничего, что я трезвая, ты тут бухаешь, да? Но он бы мне сказал наверняка, да не пошла бы ты нахуй, да? А вот со временем, со временем, между прочим, Вася дома не пьет сейчас. Хорошо, говорят вот, что бывших проституток и бывших алкоголиков не бывает. Это правда? Согласна, да, поэтому помня, что я алкоголик, я не употребляю алкоголь. То есть ты хочешь сказать, ты реально вот не проходит дня, чтобы ты об этом не подумал? Проходит, почему? Вообще таких нет дней, что я думаю о бухле. Но я должна помнить вот это вот мою несовместимость с алкоголем, ну вот как сегодня, не могу употреблять молочные продукты. Мне будет плохо. И я их не буду есть. Я помню об этом. Я помню, что у меня есть аллергия на молочные продукты. Все, точка. А длинный список этих запретов? Вот что еще вот точно, никогда, ни при каких обстоятельствах? Алкоголь, молочные продукты, что еще? А дальше люди. А дальше люди. То есть люди с кем-то вообще не общаются? Нет, не в этом дело. А дальше люди. Не употребляй людей. Не указывай им, как они должны при моем детоксе хавать или не хавать. Понимаешь? Вот дальше люди. Все. Это самая страшная зависимость. Повелевать людьми, желать, чтобы ситуация выглядела так, как я хочу. Я ни о чем не жалею, если я доверяюсь случаю. А вот если я рулю процессом, не ешьте при мне, не пейте при мне, я начинаю становиться нервной бабой, беспокойной, которая не свободна тут же. Ты сейчас описываешь меня. Что с этим делать? Так это мы все таки. Отъебись от себя и от других. Возможно. Возможно. Ксюша, поверь мне. А если ты хочешь все контролировать? Посмотри, мне так же все в Москве подходят, говорят, Сигарев бухает, а ты как ты это делаешь? Я говорю, я просто отъебалась от человека. Я со своей трезвостью прежде всего от него отъебалась. Это свобода. Свободный человек это не тот, которому изменили конституцию и он, блядь, срочно сделался несвободный. То, что ты говоришь, я вынуждена с тобой согласиться, хоть мне это и неприятно. Это так. Это так. Мне тоже было раньше неприятно. Как с этим? То есть вот каждый день. Давай практически с вами. Давай, давай. Чтобы не есть молочные продукты, надо, сука, просто не покупать молочный продукт. Чтобы не бухать, наверное, надо просто себя как настрой. Смотри, а муж возьмет и домой, там, да, принесет мороженое, бухло и так далее. И что тебе делать, да, казалось бы? Ну, во-первых, помнить, что последствия наихуевейшие будут. Хорошо. Нет, я тебе другой пример приведу. Давай. У меня от чего еще идет? Я вот знаю про себя, что, ну, я пиздец, мне надо все контролировать, это ужасно, это отвратительно, я это знаю. Дальше я говорю себе. Все. Я отпущу какой-то там, не знаю, бизнес или, ну, давай, мельче пример. Дорогу своему водителю, я даже это не могу отпустить. Я понимаю. То есть я своему водителю говорю, как ехать и где там тормозить, а где обгонять машину. Да, да. Не буду, все, я в дзене, пусть едет своим маршрутом. Ну, и все. Ну, сука, он всегда едет на 20 минут дольше тогда. То, что ты в дзене, не означает, что этот мир сейчас для тебя поменяется. Вот будь готова к тому, что никто ничего не поменяет в себе. И только при таком обстоятельстве, если ты не ожидаешь, и не ждешь, и не надеешься, убей надежду нахуй уже. Убей ее. Разве не видишь, что иногда при твоем давлении и вмешательстве все получается быстрее, лучше, эффективнее, как только ты что-нибудь отпускаешь, получается какая-то хуйня. Если ты о профессии, там о работе, все понятно, что это совместное, да, вот все равно нужно твое участие, нужно участие твоей команды. Если ты вообще про жизнь в целом, и если ты действительно хочешь находиться в дзене, он не дзен, потому что, а почему я его в кавычки ставлю, не какой-то нахуй не дзен. Дзен – это отъебаться как раз от этого мира. И довериться. Вот доверие, вопрос доверия, Ксюша. Ты не доверяешь своей команде, ты контролируешь, давай честно. Ты не доверяешь, допустим, там, не знаю, своим близким, что они все хорошо сделают. Ты делаешь сама. Ты будешь ты на шнурке завязывать до тех пор, пока ты не скажешь. Блин, ну потому что я чуть-чуть ослабляю хватку, они ту сумку, понимаешь, в видео из ОВД прилепят. Я тебя очень понимаю, я все это прохожу, я проходила. Дальше я идутся, смотрю интервью Дудя, думаю, блядь, ну и там хотя бы звук за пароль, я не одинока в этом мире. Да и плевает. Ну, хороший враг лучшего-то, на самом деле, понимаешь? но это же про контроль, как только ты ослабляешь чуть-чуть контроль, ты получишь новое. что кроме тебя никому это все не нужно. Пока ты контролируешь, ты получаешь то же самое, что делает Собчак. Как только ты отпустишь контроль, ты получишь больше. Ты получишь то, что пройдя, ребята, твоя команда, опыт, да, ошибок, они сделаются лучше, ты позволишь им пройти этот опыт, да, там, завалили тебе передачу с Трояновой, допустим, да, все нахуй. Да пиздец я. Допустим. Ну, так в следующий раз, а в следующий раз они лучше тебе сделают. Да я не хочу в следующий раз, я хочу сейчас. Ты хочешь здесь и сейчас, тоже правильно, но доверять обстоятельствам, вот дочь, вот мы все по-другому планировали, да, что пойдем гулять и так далее. Тебе плохо сейчас, что мы не пошли гулять? Ну, нет, ну, с тобой всегда хорошо. Да здесь и сейчас всегда хорошо, не только со мной. Вот не может дочь на меня сегодня повлиять, чтобы сказать, интервью отменяется, блядь. А хули ты тогда на митинги ходишь? Вот скажи мне, милая моя, это мое желание. Ты тогда должна сидеть и как БГ мне говорить. Ну, Путин, он вот же, он же как дождь. Вот есть Путин, надо принимать судьбу свою. Вот значит, так нужно нашей стране. Гулять-то мне надо. За Голунов, Сафронов, за Навального топить. Зачем? Путина надо принять как дождь. За тем, что я принимаю из себя, дорогая. Я такая. Я пойду. Я буду стоять с той молодежью на ауле. Это ничему не противоречит. Чему? Я же еще раз говорю, дзен в кавычках. То есть я не собираюсь прикидываться просветленной, которая сидит там где-то на холмике, вон, в Суздале, в домике, и типа ничего, ну, как бы ей не интересно. Мне интересен этот мир. Мне интересно то, что сегодня в стране происходит. Смотри, обрати внимание, слово интересно здесь ключевое. То есть я пытаюсь быть сторонним наблюдателем. Я про Конституцию, кстати, не сделала ни одной объявы. Да, вот все делали посты. Мы против, мы против. Это было для меня просто цирком очередным. Да, ну, то есть мы давно уже живем по той их Конституции. Книжка уже давно продается. И участвовать в этом цирке, кричать против я или за, мне было влом. Это не может меня сделать несвободным человеком. Я под подписью не подставляюсь, да, в плане, а, теперь я буду жить по Конституции. Я живу как свободный человек. Мне главное, что я не причиняю никому ущерб. Ну, ты тоже живешь по этим законам. Я не нарушаю закон. Давай с этого начнем. Да, я не преступник. Я не нарушаю закон. Я не причиняю ущерб другим людям. Я не избиваю соседей, там, и так далее, как они себя плохо все ведут. Вот, вот это вот мой есть отъеб от этого мира, да, пусть себя ведут все, как хотят. Ты при этом остаешься легкой, свободной. То есть, меня ничего уже не раздражает в том смысле, что, ах, они переписали Конституцию. Да, давно уже она переделана. Уже давно. я пытаюсь твоей же оперируя логикой понять границы этого дзена. Вот мы посчитали с редактором, ты за последний год десять раз... Себя там считают, блядь. Ха-ха! Работа какая у тебя сложная. Считай. Десять раз была на митингах. Десять раз. Я на всех до хрена. Да, ну, Ты до хрена, да? Где, но это много, да. Должно быть больше. ты молодец. Это как бы позиция очень активного гражданина. Я как раз и очень приветствую, потому что, мне кажется, гражданское общество, это как раз, когда люди готовы выходить и бороться. Мы сегодня с тобой с тобой с этим начали. Не бороться, говорить. Говорить. Выходить. Это тоже своего рода борьба, да, мирная, но борьба. Но это же идет в полный разрез с историей, что надо просто принимать эту жизнь. И такая позиция же очень многих наших с тобой коллег тоже есть, которые говорят, слушайте, я не против Путина и не за Путина. Нет, я-то против Путина. У меня хотя бы есть понимание, что я делаю. Услышь. Они говорят следующее. Это немножко может быть... Они говорят твою первую часть. Они говорят, для нас Путин это дождь за окном. Мы даже, мы при Путине будем своим делом заниматься, при Навальном будем своим делом заниматься. Нам вообще все равно, кто там сидит. Правильно. Вот я свой садик там делаю, возделываю, я своим делом занят и это воспринимаю, ну вот просто как обстоятельство жизни. А ты говоришь, вот это, да. Вот ты говоришь, это первая часть. А у меня джен. Дальше ты, сука, выходишь 10 раз на митинге. Совершенно верно. А у меня, вот мое понимание того, что делаю я, это невозможность по-другому. Если бы я могла, Ксюша, я бы не пошла. Но я могла про конституцию не делать посты и я это сделала. И мне похуй, кто про меня что скажет. Понимаешь? А что ты у нас Троянова замолчала после 10 митингов? Собчак все посчитала, да? Да похуй мне вообще. Какая мне разница, кто про меня что скажет? Я знаю, что, что я делаю на митинге. И я знаю, что я не делаю при вот этом цирке с конституцией, да? Я не участвую. А в митингах я участвую. А почему для тебя важно ходить на митинги и с чем ты не можешь смириться? смириться. Тут не про смирение, тут про где я хочу быть и с кем рядом на улице стоит молодежь в основном. Она мне очень нравится. Я знаю, что это то, что я не додала сыну. Быть рядом. Вовремя. Вот там, где надо. Вот у молодежи сегодня основной лозунг это нам царь не нужен. Пиздец, как они мне нравятся. Ксюша, я от них балдею. Это такие лица. Это такие умные глаза. Там ни одного гопника нету. Там никто не толкается, не ругается. Ты сама знаешь, что на этих митингах все происходит очень мирно. Мне нравится. Я хочу быть рядом с ними. Ты всегда заступаешься за тех, кого одного клюют? Предпочитаю, да. Предпочитаю, да. Потому что тут все понятно? Вроде бы. Не всегда. Слушай, иногда начинают, вот сейчас же мир переворачивается, иногда начинают клевать, ну как тебе сказать, вот сейчас, например, вот я чувствую, что меньшинством становятся люди с такими правыми, консервативными взглядами. Это всегда так, Ксюша, было. Это все возрастное, это все пройдет, потому что на самом деле вот я не знаю, что со мной происходит. Я все больше и больше становлюсь сторонним наблюдателем и ни в одном кипише не участвовала, как вот по обсирать или осудить. Кто, сука, суди, понимаешь? Кто судит-то? Вот и это меня не радует в Фейсбуке. Я, допустим, там вообще сейчас просто тусовка для меня там закрытая. При всем моем уважении там есть какие-то люди классные. Но все в белом пальто. Все в белом пальто, сука. Мне, знаешь, мне больше даже стало Инстаграм нравится, но люди, которые на меня подписаны, они знают, что я лодырь. Частных постов не будет. Вот сегодня больше запостила, там не знаю, или там вот мой домик. Ну, говна тоже. Вот я помню, когда ты стала ведущей «Последний герой», я тоже удивляюсь. Господи, Яна позитивный человек. Открываю, и даже там говно, вот она высокомерная ведет, себя как хабалка. Никому же не угодишь, всем не угодишь. Это нормально. Ты со мной решила разборочку устроить? С тобой нет. Ян, давай без наездов, пожалуйста. Еще и не наезжать на вас. До вас пороть уже надо с утра до вечера. Ну-ну. Это мне все не нравится, поэтому я не в соцсетях. Инстаграм я делаю редко, что-то там сообщаю своим поклонникам, отписалась от всех фан-клубов. Это классно. Они растут. Ну, и, в общем, это их дела. Хотят расти, пусть растут. Я им всегда предлагаю не заниматься хуйней. Говорю, хватит смотреть на меня, посмотрите на себя и сделайте что-нибудь большое, хорошее. Кто-то слышит, кто-то не слышит. Слушай, да классно все. Ну, пускай бузят все белые пальто. Ну, ладно. Яна, за что ты любишь русский народ? Слушай, я не люблю его, если честно. Ну, если вот разговаривать, да, я научилась принимать нас вот такими, какие мы есть. Мы не очень лицеприятная публика. Мы как нация, я имею в виду, русская нация. Мы не любим друг друга, мы ненавидим друг друга. Мы ничего не хотим делать, но сидеть дома, возбухать, что чиновники все украли, да. Мы не способны ничего сами начинать делать. Мы сидим, чего-то ждем, при этом не способны также отстаивать свои права. Поэтому вопрос от твой, за что я люблю русский народ, для меня не актуален. Принимаю, да. Не испытываю уже ненависти. Я раньше ее всегда испытывала. Я всегда испытывала раздражение. Я никогда не мирилась с людьми, которые жили вокруг меня, вот с моим окружающим миром. Никогда. Я их не выносила. Я те, кто быдло. Я тот народ, который ничего раньше не хотел делать, только там бухать, пальцы свои задирать. Но в какой-то момент ну, что-то произошло со мной. ты сама была такой. Я считаю, что я была такой. Я всегда хотела что-то делать. Я делала, но при этом я не принимала все, что меня окружает. Ни людей, ни систему, это со школы, да, это такая всегда была ненависть и отторжение всего, что вокруг меня. Я себя помню еще ребенком там 4-5 лет, я с отвращением смотрела на мир. Понимаешь, и оно во мне очень долго жило, пока я не переключилась, и меня начало что-то менять, и я начала видеть прекрасное и в людях, и интересное. Сегодня, вот сегодня у меня можно спрашивать уже там, а ты вообще любишь людей? И я отвечу, что я пытаюсь, потому что это интересно оказывается. Каждый человек очень интересный. Сложно? Очень. Ты же патриот своей страны. Ты чувствуешь себя русской? В хорошем, если смысле, я хочу, чтобы наша страна была лучше. Да, это патриотизм. Я хочу. Ты чувствуешь свою связь глубинную с русским народом? Ну, раньше точно никогда не чувствовала. А сегодня я просто принимаю это. Я россиянка. Янка-россиянка, понимаешь? Это данность, это моя родина с польскими корнями. Нас нахуй сюда выслали после наш род, после революции. У меня никто в роду не принял этот Урал, эту родину, вот новую. Никто, они все умирали несчастными людьми, бабушка, мама, все наши родственники. А я прижилась. Понимаешь? Но ты русской себя чувствуешь. Ну, конечно, да. Не кажется ли тебе, к чему, собственно, я все это веду, что Путин в этом смысле это тоже отражение как раз русского народа? Совершенно верно. Он может нравиться, не нравится, но его же действительно многие люди любят, а главное, что вот я смотрю его публичное выступление. Это меня и не делает фанаткой политической, понимаешь? Ну, ты согласна, что вот ты смотришь его политическое выступление, он же какую-то часть общества, он же действительно гипнотизирует. 75% его хобби, тут немножко православия, тут немножко... Все они имеют государя, которого они хотят. Смотри, а я не хочу государя, но я и понимаю, когда мы бузим в Москве, на самом деле плющат их. Плющим прежде всего мы. Вот это такая философия вдруг подошла ко мне в 47 лет. Я сейчас объясню. Что, вот допустим, это положение вещей. Вот 75% хотят, 25% не хотят. И мы обозначили свою позицию тем, что мы мирно выходим на улицу. Мы не хотим. Услышьте нас. Дайте нам какой-то кусочек тоже альтернативы, чтобы мы участвовали в политической жизни страны. Нам говорят, хуй вам. Мы говорим, окей, а что нам делать? Нам сказали все, отдыхать. И при этом я сегодня не бодаюсь с людьми, которые хотят Путина. Я говорю, окей, не поверишь, ко мне однажды подошла Гай Германика и сказала простую вещь, а я за Путина. И немножко волновалась при этом. Я удивилась, зачем она мне это докладывает. Она ждет сейчас какой-то атаки? Она ждет сейчас, что я включу пропаганду? Вот в демократии пропаганда невозможна ни с чьей стороны. Невозможно! Запомним эти слова, к ним вернемся. Значит, это мое сегодняшнее понимание, да, того, что я не могу ей сказать, ты охуела, не могу себе этого позволить сегодня. Но я могу себе позволить продолжать обозначивать мою позицию. Я против. Да? Вот и все. То есть ты ее за эту позицию не даришь? Нет, я сказала, дороги бога, что? Да. Смотри, вот следующий момент, И мы, кстати, с ней нормально общаемся в итоге, если что. Смотри, вот ты сама говоришь, что демократия это невозможность пропаганды ни с той, ни с другой стороны. Если ты четко обозначиваешь, что такое пропаганда, да? Не кажется ли тебе... не пост о том, что рассказать, что я пошла на митинг. Или вот я на митинге. Нет, а я не про это. Не кажется ли тебе, что мы сейчас живем в ситуации как раз, когда мы имеем пропаганду с двух сторон. С одной стороны, путинскую пропаганду со всеми этими киселевыми, соловьевыми и так далее. Но с другой стороны, Навальный, которого я знаю, что ты очень любишь и поддерживаешь, но он же, если ты посмотришь внимательно его канал, это тоже при увеличении пропаганда только другого рода. В любом случае, выбор за мной, да? Я больше, мне подходит то, что делает штаб Навального, да? Мне нравятся все эти люди, я вижу их работу. Мне не нравится, когда начинаются какие-то срачи, сразу говорю, даже когда был срач Навальный-Собчак, я была вот прямо недовольна. Ты, безусловно, являешься частью вот этой абсолютно лживой, фальсифицирующей схемы. Я считаю, что мы не должны становиться тем, с кем мы боремся. Пошла ругань с Навальным, помнишь этот период, когда? Конечно, да. Ну, понимаешь, дело не в том, что хотелось кому-то сраться. Вот лично мне, я тебе могу сказать, где моя точка раскола произошла. Вот я хочу видеть человека, ну, или и сама пытаюсь быть, собственно, таким человеком, может быть, не всегда получается, но я хочу видеть такого человека в России, который будет говорить, вот здесь Путин неправ, вот здесь я против. Это ты опять хочешь? Ну, подожди, ну, вот я же, я, конечно, я про себя говорю, хочу услышать про тебя. Вот здесь он неправ, а здесь прав. Вот здесь Путин молодец, вот здесь Мишустин классно сделал, а вот тут Навальный круто сделал, а вот здесь сделал классно Любль-Соболь, а вот здесь сделал классно Собянин. Ну, и что дальше? Ну, я не вижу таких, я вижу людей из одного лагеря, Мы должны все под тебя подстроиться? Нет. Сказать, Ксюшенька, как ты хочешь, давай мы сделаем. Твоё место в этой мое место, вот сижу в кресле здесь и сейчас, разговариваю с Арчаком. Тебя чёрный-белый мир устраивает? Нет. Или тебе нравится цветной мир? Нет, конечно, цветной, конечно. Вот это интересно, быть сторонним наблюдателем. Сегодня мне симпатичны люди, не симпатичны люди, но я не иду на войну, да, прежде всего с собой. Ах, как мне теперь жить? Да живи, как хочешь. Живи, как хочешь. Хочешь, участвуй в митингах, да, хочешь, отдыхай там. Ты как хочешь жить? Вот я хочу, как у меня и получается. Выходить на митинг, если прям вот мне хочется. Не захотела сделать пост про конституцию, не сделала. Но ты по-прежнему хочешь? Поехала отдыхать с друзьями там, да? Ты по-прежнему хочешь, чтобы Навальный был президент? Да. Да. Мне кажется, это будет... То есть все эти перегибы тебя не смущают? Я, ну, в перегибах там не задохнулась. Я их не вижу, так как ты видишь, мы с тобой разные люди, ты видишь свои перегибы там, да. Я не люблю просто, когда начинается срач. Я считаю, что это недостойно ни одного политика, да. Вот я не люблю баттлы вот эти все, когда ругаются. Пример. Есть журналист Иван Сафронов. Это сейчас идет расследование, его обвиняют в госизмене. Он советник главы Роскосмоса, до этого очень много лет работал в газете «Коммерсант» и был прекрасным журналистом, собственно, разоблачал очень много, в том числе и Роскосмос, других чиновников. Очень часто на его статьи ссылались Навальные и Компания по его расследованиям в том числе. Потом он что-то для себя решает, не знаю, по каким причинам встроиться в власть, пойти дальше, делать карьеру. Идет работать в Роскосмос. Дальше по старым его статьям, еще когда он был журналистом, ему предъявляют обвинение в госизмене. Ага. Дальше Навальный делает большое заявление о том, что, ну да, он журналист, но я не могу уже за него сступиться, потому что он стал работать на Роскосмос, он стал работать на врага. Посмотрите, на какой машине дорогой он ездит. И вообще, как можно защищать человека, который стал сотрудничать с властью. Дальше Иван Голунов пишет огромный пост, посвящая его Навальному, о том, что, слушайте, вы сами ссылались на его статьи, вот пруфы, вот ссылки. Вы бы, Навальный и компания, не смогли бы делать свои расследования, если бы не было такого классного журналиста, как Сафронов. Как же вы можете так про него говорить? Да, понятно. Что делает Навальный? Он пишет, это дословно, сейчас я тебе процитирую. Давай, я проверю все потом. Иван Голунов мелкий врунишко. Иван Голунов уже у Навального, не Ксения Собчак, которая давно предателем Мурзилка, ни Максим Кац, ни Дима Гудков, мы все уже давно агенты Кремля, если верить на... Но уже Иван Голунов мелкий врунишко. Человек с огромной репутацией, человек, который всю свою жизнь отдал профессии и чуть не сел за эту профессию в тюрьму. Это и есть большевизм. Это то, что я дальше понимаю, а в чем разница между Навальным и Путиным? Нету этой... Как бы они абсолютно братья-близнецы. Понимаешь? В политике все братья-близнецы это политики. Политика говно. И я не политик. Я это каждый раз объясняю людям, которые пытаются на меня наехать за гражданскую позицию, что я не политик. Слава Богу. Я в политике, как любой гражданин этой страны. Это невозможно не быть в ней. Но при этом я не политик. Вот эта вся срань, я ее и называю сранью. Когда все срутся. Я никого никогда не оправдываю и не занимаю ничью позицию. Тогда ответь мне на такой вопрос. Считаешь ли ты возможным, чтобы хороший человек работал на государство? Может ли быть классный чиновник в московской мэрии? Ну, конечно. Может ли быть классный чувак? Ну, ребята, это все мракобесие уже. Говорит, что... Я знаю, что есть и депутаты хорошие, и чиновники хорошие, и понятно, что есть нехорошие. Но вот такая страна... Я была за идею, когда ушел Советский Союз. Но понятно сегодня, что неподготовленные оказались все. Слишком быстро все случилось. Несколько человек сделали переворот, по сути дела, военный. Несколько человек, грубо говоря, по сравнению в масштабах страны. Страна сидела вот такая вот. Мы выходим из школы, а там бах, и нет страны. И челмочники. Фу-фу-фу! Учителя на рынок, врачи на рынок. Был пиздец, но было интересно. Я была замом, мы просто очень молодые были. Понятно, нам нравилось. А взрослые, это наши родители, они охерели. Они вообще не знали, куда себя деть. А сегодня есть вот такие фигуры, равные Ельцину тогда, и вот тем перестроечным монстрам, Немцову и прочим? Ну, ты видишь, Ну, ощущения, что нету, да, ощущения, что нету. Немцов вообще, Ельцин подвел же, он же подвел. А я же у меня, мама у него работала, когда он был секретарем ЦК КПСС. Машинистка. Работала у него машинистка? Да, их такой был маленький цех машинистки, и он меня там поздравлял. Его любили мы все уже основе в Екатеринбурге, ну, в Свердловске тогда еще. То есть ты, мама, буквально, с ним работала? Да, 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 он меня по гербовому телефону поздравлял с Новым Годом, прикидывался Дед Морозом. Лично тебя? Да, я у нее на работе там шатаюсь. А она что, с ним поговорила? Я на иди-ка тебя, Дед Мороз, к телефону, да, он сам вот увидит, что там у Татьяны, у моей мамы, дочка тут, он к себе в кабинет, и по гербовому телефону меня поздравлял Дед Мороз. С Лаваном. С Ельцин, да. Мы его очень любили все, он был очень простой, вот доступный, вот доступность нравится, мне очень доступность нравится. И, а в Москве, понятно, он подвел эту страну, потому что все эти закулисные игры, ну, все понятно, там, занялся не тем, чем надо. И извинился и пошел. Я ухожу в отставку. Я хочу попросить у вас прощения. Не принято. На самом деле, ну, хоть это круто, что человек извинился, но не принято. Ну, я не смогла это принять. Слишком большая ставка была. Ну, и потом, вообще в этой истории красавчик-то Немцов, вот во всей истории. Кстати, наш первый поход вообще на какой-то митинг в Москве, это на... когда с Немцовым прощались, было шествие. Вот это наш, прямо в Москве, с Сигаревым, первое шествие. Мне кажется, его при жизни меньше гораздо ценили, чем после смерти. Мне кажется, его как раз ценила глубинка России, вот где он был губернатором, вот это вот все. Медвежуху в Екатеринбурге понимали, мы все там фанатели от Немцова, моя мама, все понимали, что пришел крутой политик. И вот сейчас все изменится. Но мы знаем все его историю печальную, как на него все было, в принципе, свешено, да, и в итоге еще ее убит. Такого не вижу, вот у меня такого нету. Ну, а то есть Немцов тебе даже больше, чем Навальный нравится? чем Ельцин, больше, чем Немцов был, вот, мама обожала его. Ну, мама, слушай, к Навальному ездила, она на суды ездила. У меня мама была очень продвинутая. То есть мама тоже топила за Навального, ездила на суды. ездила к нему на суды тогда еще, когда мы не топили даже за Навального. То есть раньше, чем ты? Да. То есть это она тоже такая была у тебя? Да, она не безразличная была к тому, что происходит в стране. Я ни одному человеку не могу сказать в глаза и за глаза, что вот он, сука, он за Путина. Ну, а ты тогда кто? Ты такая же сука, значит, да, которая вот стоит и осуждает. Не надо вот это как раз дебри, куда я не полезла, слава богу, в жизни. Я ни с кем не бодаюсь из-за их позиций. А есть у тебя друзья Путинисты? Конечно. Работаем вместе, дружим, троллим друг друга, ты не представляешь. Это классно. Вот юмор, он спасает все. И, кстати, это все, вот команды те же там на ТНТ, да, проект Ольга, последний герой. Мы очень замешаны. Разные национальности, вероисповедание, да, позиция. Вот это демократия есть. Никто никого не плющит, никого за это не увольняют. Вот я как люблю. Читала тоже твои высказывания, мне они, честно говоря, кажутся очень наивными, когда ты говоришь о том, что никого не увольняют, это все самоцензура самих людей, что они боятся и кого-то увольняют сами. Ну, по крайней мере, ты понимаешь, ты ограничиваешь тебя карьеру все равно такими, какими-то вещами. щушечка, какую карьеру, скажи, пожалуйста. Давай, о чем мы говорим? Ну, смотри, мне кажется, что все равно, когда речь идет об актерской карьере, каких-то больших фильмах, проектах, каких-то условно, которые я не смотрю? Не, ну, будет какой-нибудь крутейший блокбастер. И будешь ты в списке кандидатов. Так. Ну, вот какой-нибудь продюсер большой посмотрит и будет думать, взять ли мне Троянову, которая завтра опять на митинг попиздячит, у меня еще потом проблемы. Будут, Громов начнет звонить, еще кто-нибудь. Слушай, это вообще хороший разговор, знаешь, почему? Потому что... Или я возьму нейтральную, просто тоже хорошую, ты же не одна в мире. Но это же он за самоцензуренный, да, не я. Смотри, но при этом, ну, я уже говорила, да, сегодня, что у меня не клинит на профессии, это еще очередная победа и свобода, там нет амбиций. Блокбастеры я не люблю. Значит, значит, уже ситуация не под меня. И тем не менее, ты права, да, другой проект какой-то, возможно, который бы мне понравился, я еще об этом не знаю, они там уже все, все сварили. что и Ольги бы не было, если бы ты начала до Ольги свою оппозиционную деятельность. Я до Ольги начала. Я до Ольги начала. Мы начинали все в стране вместе. Вот когда у вас тут болотное, а у нас уже в Екатеринбурге параллельно митинги. Мы вас онлайн смотрим. То есть, ты считаешь, что Ольгу бы и сегодня тебе утвердили? Ну, по крайней мере, ты имеешь в виду, тогда, когда я начала, ну, ее утвердили, они знали мою позицию. Дальше они увидели эту позицию, уже плотнее я переехала в Москву, и у меня ни одного звонка нет. честно скажи, были просьбы умерить? Ни одной. Ни одной. Вот ни разу. Ни одной. Ну, они видят, что я не безумная. Ольга же идет на ТНТ. Да. Ну, что, ни разу тебе не чушь, ни разу. Ни Петренко. Никто. Никто не подошел и сказал, я, ну, чуть-чуть угомонись. Причем, ты знаешь, у меня было время, сегодня-то еще все как-то поспокойнее, у меня попроще. Было время, когда я думала, если подойдут, я просто уйду. Вот прям вот так было. Мне очень сложно поверить. Я же знаю всех этих людей. Я сама работала на ТНТ. Вот представляешь, мне кажется, что они видят, что я не безумная. Вот безумство, это как раз бороться. А участвовать и демонстрировать свою позицию, это сегодня нормально. Но если мы хотя бы, хоть чуть-чуть хотим что-то от демократии оставить, то оно остается. Мы все равно в итоге говорим, что люди боятся. Ведь ты же сама знаешь, что многие актеры боятся высказываться именно, чтобы не потерять возможность. Потому что вот вы ведете вот эти разговоры. Вы журналисты, интервьюеры, да, вот вы об этом вы задаете эти вопросы. Слушай, ну не на пустом месте это все. Не знаю. Смотри, как только пошли базары за мою позицию в стране, кто мне начал эти вопросы задавать? Звонить журналисты. Яна, а вы не боитесь, что вас уволят? Я говорю, нет. А прокомментируете ситуацию? Я говорю, а нечего комментировать. Все нормально. А что к вам никто не подошел? Нет. Вот если бы мои близкие мне, вот это трагедия, вот если бы мне мои близкие сказали, да, тот же Вася Сигарев, да, ты это, я бы сказала, чувак, странно, что мы вместе. Да. про страну Оз хочу с тобой поговорить. Это вообще один из моих самых любимых фильмов. Спасибо. Я хочу сказать, я дам ссылку в описании, если вы не видели, посмотрите, ну, я правда считаю, что вот он входит в тройку моих самых любимых российских фильмов. Елена Звягинцева, это мой самый вообще любимый я Елену не полюбила, ага. А мне прямо вот, супер. Страна Оз, ну, и, кстати, знаешь, как ни странно, мне свои очень нравятся фильмы. Свои? Я не помню видео. Мески его, про войну. Могла не видеть, ну, хорошо. Вот, и, ну, это же, понимаешь, очень злая картина, на самом деле. Она 40-ка, мне кажется, она такая добрая. Шабадинова, с Новым годом! Его нельзя так делать. Да нахуй, что такого? Мне кажется, она по-настоящему она добрая внешне, а внутри, если задуматься, о чем этот фильм, о том, кто эти люди, как они принимают свои решения, как они живут. Она очень, скажем так, не злая, она же беспощадная по отношению. Беспощадная, хорошо прямая, да, вот в этом смысле, ну, да, ну, как ты там себя видишь, конечно, не понимаю еще до конца, и тем не менее, Сигри всегда прямо говорит. ты ощущала свою связь с героиней этого фильма? Смотри, я тогда выпала из употребления алкогольного, неожиданно совершенно, приняв решение больше не употреблять, прошло всего два месяца, и я начала сниматься в стране ОС, трезвая. И мне было очень сложно вообще что-то ощущать тогда в той жизни, но я брала последний свет, который у меня оставался во мне еще, последний свет и вкладывала в эту вот девчонку Шабадинову. И я увидела в ней свою сторону, вот сторону как раз человека, не способного жить, не способного самой себе сопротивляться, да, и говорить, вот то есть вот ей нужно было в башку выстрелить, чтобы она изменилась, понимаешь, чтобы она наконец-то жить научилась. И тогда я увидела в этой девке выход для себя, что мне сейчас прострелят башку, и я до конца уберу в себе этого человека, не умеющего жить, не способного сопротивляться, хотя у него там есть подуги, а подуги заступиться за Чурикову, да, там, как вы можете с мамой бух въебала сразу, да, получила. и при этом надвигается дальше с фингальчиком, надвигается. Я здесь сейчас все задамажу! Вы зачем так смач... Китя! Ваншот! Когда въебали, нужно въебать в ответ, вот скажи. Если ты чувствуешь, что при этом будет второй удар, может быть, уже стоит за себя постоять, потому что это моя ответственность за мою жизнь, да, меня ведь так, если я буду ручки-то опускать и прибьют совсем, но если это удар, который... Ты понимаешь, что человек болен, да, он, ну, просто впал в деградацию, у него распад личности, да, вот он на тебя нападает, надо отойти в сторону, потому что вот с ним бодаться, это совсем тупо. Вот это глупая жертва была бы. Для меня сегодня это глупая жертва. Сегодня я обхожу углы, где человеку я позволю дальше падать. Вот он меня будет бить, 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 вот как первый бы мой муж, да, там, вот как метафору даже это возьмем. Вернуться в семью тогда это было бы для меня означало бы глупая жертва. Блядь, это опыт, да, это опыт, который я прошла и сегодня эта драгоценность нужна, там, не знаю, моим поклонникам, да, это мой драгоценный опыт, которым я могу поделиться и сказать, девки, там, не молчите, если вас мутузят дома, выходите, пишите заявление, эти чуваки должны сидеть, допустим, да, не мне там решать по закону, как они будут это наказание выполнять, но бегите, прежде всего, я рекомендую, сейчас я молчала, вот если бы это было, а я и тогда не промолчала, я сделала движение. Вы же заявление не писала, насколько это? Совершенно верно, я просто вышла из этой семьи. Это было лучше, действие было лучше, меня уговаривали следователи, они приехали в больницу, меня, когда немножко в себя пришли, сотрясение привели, сотрясение было очень сильным, и доктор около меня сел и сказал такую вещь, Ян, тебя не били, тебя убивали. Я услышала. Дальше подошли следователи, сказали, Янка, надо написать заявление, со мной очень по-человечески, это вот тот случай, когда действительно вот все работало, да, как надо, закон работал. Вот в моем случае, есть другие случаи, да, я говорю только о себе исключительно, значит, надо сажать, он зверь, да, я говорю, мне мать его жалко, ну серьезно. У тебя прям следаки сами говорят. Нормальные мужики вот так сели и сказали, Ян, надо, он зверь, я говорю, смотрите, я услышала доктора, что меня не били, что меня убивали. Мне надо выйти из больницы, чтобы я, оказывается, опять в положении, я не знала, это увидели доктора. То есть он тебя беременна? Мы не знали, у меня уже ребенок был. Вот, значит, мне нужно выйти отсюда, мне доктора предложили раньше выйти, чтобы сделать аборт, чтобы не опоздать, потому что было принято жесткое решение не рожать от этого человека, развестись. Я вышла с фингалами, еще красные белки были, не было живого места на лице, я зашла в суд, написала заявление, судья была на месте, не было секретаря. Она говорит, хорошо, я у вас приму. Я снимаю очки, она читает, а, развод, понятно, я снимаю очки, я говорю, а сколько это будет длиться? Она на меня вот так посмотрела и сказала, я моментально тебя разведу. Вот тогда все было на моей стороне. Понимаешь, мне просто помогли вот вышагнуть оттуда. И мама, естественно, тоже, которая села и сказала, не, нихуя, так жить нельзя. Просто мне 17-летней девчонке, 18 мне уже тогда было, да, я в 17 родила, 18 взрослые люди протянули руку помощи, а главное, сориентировали меня по жизни, да, что этот чувак должен сидеть, я не должна молчать и там терпеть чего-то, да. Я выхожу из семьи, то есть вот развод обеспечили действительно моментально, на суде его даже не спросили, он решил, что моя мать все подкупила, на самом деле судья вошла в положение, она видит, что молодая девка ей просто перекосит жизнь напрочь, да, человек, который там морально неустойчив. А это был первый раз? Это первый, нет, избиение не первое, вот такое жестокое, первый раз, то есть сама дура, вот опять же, вот Ксюша, а куда я полезла, да, вот, до свадьбы я уже от него получала, значит, и маме солгала, что меня ограбили, вот оно молчание, и отсюда я его не стала сажать, потому что я поучаствовала в создании этой ситуации, я вышла замуж за человека, который не управляет собой, он больной человек. Ну, все-таки ты взяла ответственность на себя, хотя не должна была его. Я поэтому и не посадила его, вот поэтому я его не посадила, но вышла из семьи, должна была взять на себя ответственность, и отсюда, понятно, чувак потом все равно сел, понятно, он всю жизнь все равно выходил, садился, выходил, садился, и в итоге он умер, конечно, все равно тоже драка, тоже драка, тоже избил человека, понимаешь? Я все расчистила на своей улице, понимаешь? И сказала, чувак, ты как хочешь. Первый муж был человек очень умный, там прямо вот какое-то горе от ума было, перечитавший там всех философов и сошел с ума, потому что понимал, что он этому всему не соответствует, у него не получается жить так, как хочется. И это была трагедия, поэтому он меня обил. Спасать его ни в коем случае, потому что вот его путь, он хотел там... Нет, ну и вот спасать, слушай, человек бил тебя, избивал, чего его спасать? Только бежать, да. Нет, я говорю, не знаю про твое сегодняшнее ощущение. Ты бы стала кого-то спасать, если бы чувствовала, что близкий человек в беде? Я дала бы шанс, но он бы был единственный. Первый и последний. То есть Сигарева в рехаб силой не повезешь? Нет. Нет, нет. Нет. Точно нет. Ну, ты че, это такой свободный мужик, там вообще нельзя нос совать. Вот как раз с Сигаревым, если о Сигаревых говорить, эта тема должна быть закрытой раз и навсегда, потому что если я его действительно люблю, я буду Мартой, которая сообщит, что да, порох сырой, блядь. Я ему сообщила. Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл! Вот! Посмотрим. Вы все все равно это будете видеть, нам не скрыться, да, и это глупо на будущее мне думать. Если что, напиздим что-нибудь. Да никто ничего не сможет напиздить. Ну, не знаю, даже мне, я ему никто, звать меня никак, я чужой человек. Даже мне, вот было пару моментов, когда мне хотелось его прям схватить, блин, потрясти. Вот она, родина, мать, сведеть! Потрясти! Отправить в клинику, прыщака или куда-то, сказать, блядь, сядь, вот, сука, не выйдешь из этой комнаты в Суздале. Ну и что ты бы добилась? Пока не напишешь второй сценарий, равный стране ООС. Сиди и пиши. И, может быть, потом бы он сказал тебе спасибо, потому что есть люди, которым это нужно. Нужно дать пиздюлей в какой-то момент. Я с тобой согласна, что однажды надо дать пиздюлей. Это один раз делается. Этот момент еще не наступил. Он прошел уже. Он прошел, но в хорошем, таком нормальном ключе, в плане, что я другой уже не стану. Там уже дальше за ним выбор. Но при этом мы охеренно сейчас сосуществуем вместе. Вот он в употреблении, я нет. Но это же возможно. Спасти тебе его не хочется? Уже давно не хочется. Вот это и был вот этот момент, когда я вдруг признала, что кто ты такая тут со своей трезвостью? Перед тобой свободный человек. Действительно, как ты говоришь, одаренный. И пишет, и, пожалуйста, и повесть вышла, и сценарии вышли, и уже их снимают. Ну, почему он в деле? Все нормально. Кого ты любишь из русских драматургов современных? Кто условно равен? Да, это вопрос засада всегда, потому что это Сигарев. И привет. Вот. И кто еще? Я очень люблю Коинов, и мне сразу туда охота, понимаешь? Вот, то есть, заменители, да, там всем охота, всем охота к Тарантино, к старому Ларсу фон Триеру, ну, похуй, да. В России нет, Ксюшка, не хочу никого обидеть. Ты уже ни одного нет человека? Нет. Нет, чтобы я вот так сказала, давай работай. Ты в сценарии собираешься сейчас с девочками писать? Я читала сценарии, мне присылали авторские режиссеры, это не то. И это честный был разговор у тебя, я так и говорила им, у тебя не на меня материал. Не надо меня снимать. Вася со мной же не поехал. Вася остался с Эмми, и какая-то у него еще съемка была там по рекламе. Я с друзьями уехала от них отдохнуть заодно, от собачки. То есть, ну, так у тебя нормально, ты можешь одна уехать. Я всегда одна уезжаю. Без мужа. Всегда. Не скучаешь. Он не любит путешествовать. Скучаю. Скучаю, ну и что? Нормально. Когда отношения так не хочется уставаться. Кого мы 18 лет вместе, ты че? Нормально, наоборот, уже где-то надо отдохнуть. Он пишет много, ему надо тоже. А мы иногда дома не видимся. Если он пишет, я там свои дела, у него свой режим, у меня свой режим. Я встаю, он ложится спать. И потом наоборот. Представляешь, вот я ложилась, допустим, там, на карантин. На карантине ночью. А он все еще оставался. Я потом вставала, это он ложился, в 12 дня вставал. Ну, то есть, на карантине, конечно, был бардак по режиму. Что пишет-то? Слушай, ну, он написал вот как раз во время карантина повесть. Бытие еще не видела? Нет. Он уже запостил в бытие, житие Коли Робермана. Это интернет-повесть. Там ссылки всякие. Ты пока читаешь, ты переходишь на ссылки. Это очень удобно. Ну, то есть, понимать автора глубже, да? Потому что мы сегодня же уже не про книжки, да? Мы сегодня вот про гаджеты в руках. Это очень круто. Он вообще сам посетит. Чувак, современный Сигарев. И он всегда ищет, что сегодня, да, актуально. И он сделал вот такую интернет-книгу, которую ты по ссылочкам идешь, читаешь. И в итоге приходишь в конце. Ну, каждый к своему придет, понятно. Но вообще... Когда полнометражный фильм-то будет? Ты знаешь... Ты должна же вот тыкать в бок и говорить... Я ничего не должна, видишь, что... И он сказал, что он устал от режиссуры, на самом деле. Это нормально. Смотри, вот он когда снял «Страну Оз», у нас потом был большой перерыв, потому что я ушла пахать в Ольгу. Вася пять лет, в принципе, отдыхал. Ему надо было, видимо, вот прийти к пониманию, писатель все-таки или режиссер. Вот у меня сегодня мнение, что я не лезу к нему с такими вещами, у меня мнение, что это писатель. И на карантине он пишет повесть. Ну, понимаешь, да? И плюс там пару сериалов, которые сейчас уже один снимают люди другие, он не захотел сам снимать. Еще один сериал, который мы хотим с девчонками сделать, там, с актрисами. Вот. Ну, вот это писатель. Это очень круто. Вот так смело сказать, а мне неинтересна режиссура. И потом я знаю точно, что у него это пройдет, и потом появится какое-то желание, что... Страшно тебе? Все-таки вот ты же всегда как-то о нем говорила, что я вот как... Вот это мой Панфилов. Ну, да, да. Ну, все-таки у Панфилова очень много было работы. Да, ну, смотри. На полочку клали, но были крутейшие вещи. Ты знаешь, я этот период даже не заметила. Вот раньше говорила, да, что вот это мой режиссер, а сегодня мы настолько каждый, ну, в себе там что-то находит новое. Меня тоже очень и очень, точнее, не очень интересует профессия актрисы сегодня. Не очень. Ты понимаешь, свобода в том, чтобы не в амбициях как раз задыхаться, а в том, чтобы искать в себе новое. И вот я как раз развернулась на свои там новые какие-то стороны. А на какие? Ну, прежде всего, это, конечно, я закончила свой сценарий «Мама дуру». И поняла, что его переросла. Тоже круто, победа. То есть, и все, не хочу снимать его. Представляешь, еще умирает актриса, к сожалению. То есть, ты сама написала свой первый сценарий. Да, давно его начинала. Мама сказала, что нет. Актерскую, ты говоришь, ты чувствуешь, что переросла. Нет, актерскую я не переросла. В актерской я не раб. В актерской нету амбиций. А в чем ты видишь вот дальше? Куда ты видишь? Не знаю. Не знаю. Это всегда очень интересно. Не знаю. Главное, что я ничего не боюсь. Ну, слушай, у меня еще Ольга не закончилась. У меня последний герой еще не закончился. Сейчас еще будет. Да, мы же, конечно. Еще один сезон. Мы сейчас выпускаем сезон, да. Уже начинаем слабую, вялую подготовку к последнему герою. Это такие мои, знаешь, проекты, которые я люблю. Это будет такой второй или третий последний герой? Третий. Может быть. Готовиться будем к третьему. А Ольге выходит сейчас четвертый сезон, что тоже удивительно. Я думала, давай, это вышка, что я смогу им дать. А в итоге, знаешь, начинаешь людей любить. Потом ты понимаешь, как зрители любят. Ну, все это не отпускает, конечно. Это тебе. Жопа в небесах. Ну, и потом есть, если о чем говорить, то почему бы не поговорить? Я тебе открою тайну по поводу последнего героя. Я не знаю, что ты там была ведущей, блядь. Нет, нет. Я получила самое странное маркетинговое предложение. Участь в жизни. Да нет, когда ты начала вести. Я не буду говорить, кто, чтобы никого не стало. Какие-то люди, связанные с твоей командой, звонят мне и говорят, значит, слушай, мы хотим прорекламировать последний герой, вот Троянова, новая ведущая. Гус, слушайте, классно, мне очень яно нравится. Я с удовольствием, говорит, нет, ну нам вот просто не надо. Давай ты сделаешь какой-то пост, я посрешь ее там, что вот какая она, значит, вот что какая ты была офигенная ведущая. И какая она. Я говорю, ребят, ну это странно. Во-первых, она мне нравится. Во-вторых, почему, ну как бы, зачем мне создавать конфликт на пустом месте? У меня и так этих конфликтов, вот, и не на пустом месте. Ну вот был такой маркетинговый шаг позиционирования. Да хуй бы с ними. Смотри, это же, ну это все люди. Я просто тебе рассказываю, уверена, что не знаешь. Нет, конечно, это смешно. Дам немножечко Дудя сейчас. Сколько ты зарабатываешь? Ну хотя бы пример. Я тебя сейчас примерно сориентирую. У меня же, видишь, раз в год проекты. Сколько-то месяц в день на Ольге сколько стоит? А по Ольге я могу распространять, думаешь? Это порядок. Меня никогда не спрашивают? 500 тысяч, 250 тысяч. Давай, 250 тысяч. День. День. А у тебя там должно быть на один сериал, я думаю, дней 100, да, съемочных? Ну меньше, меньше, но потом я отдыхаю. Год. Один сезон, ну сколько, 50-60 съемочных? 60, точно, 60, точно. Ну то есть это, слушай, это нормально. Я хорошо зарабатываю. А последний герой больше, меньше? Меньше. Меньше, чем Ольга? Да, да. Почему? Но он не такой уже разточенный проект. Там заточенный проект все время. Я подумаю над этим вопросом, наверное, подниму. Вот сейчас подумала. Простите, просите, ты в А3, я никого не хотела. Да, наверное, подниму все-таки. Так, нет, ну нелогично, так ты отснялся, пошел домой спать. А тут ты живешь в жопе мира. Да. Лоханулась. Я здесь все-таки подозреваю такую жалость к себе. Ты проповедник, что ли? Нет. А что ты... Подумай все-таки, ну стоит ли оно того, чтобы вы сейчас враждовали? Да, молодец, Ксюха. Меня просто никогда не спрашивали, Дудя мне никто не давал, в этом смысле, сколько я зарабатываю. А вот ты мне взяла, да, подсказала. Ты зарабатываешь больше мужа или меньше? Вот сейчас, да, но вот до этого, да, а сейчас он опять стал писать, пошла торговля, и уже непонятно. Ну, а то есть сценарий можно дорого продать? Да. Ну, ты уж какой порядок? 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Нет, нет, подожди, но это речь о миллионах, да. Ну, 2 миллиона рублей, миллион, 3, порядок. Нет, нет, там серия миллион, полмиллиона, там, как ты говоришься. Да, 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 да. В Москве плавают эти цены, да, нормально, да. Я знаю, что почему-то, мне тут недавно кто-то накапал из актрис, что мужики, актеры, получают больше, чем актрисы. Собираюсь тоже это исправить. Ты знаешь, что это правда так? Я не знала, представляешь? Да, почему? В общем, это связано. С полом? Нет. Все, супер. Ты вот, кстати, феминисткой. Я там арестучный. Ты феминисткой себя считаешь? Ну, то, что я могу себя считать феминисткой, я за равные права, я там за здоровый вообще, за здоровую движуху без перекосов, но да, да, нет, права должны быть равными, это нормально. Ну, вот у нас нет актрис, которые получают столько, сколько Козловский, например. Так, Козловский все еще получает, он еще не выбыл из обоймы, разве нет? Козловский прям хорошо все еще. Ну, он редко снимается, но он много получает. Ну, Петров, Козловский, 100 раз там еще. Ефремов наверняка много получал. Никита? А, еще есть Никита. А, Старина, Никита. Михаил, наверное, дорогой был, я думаю. Слушай, я, знаешь, сейчас задумалась, а я же штучный товар. Я мечтаю играть алкоголичек в кино. Кто мне даст эту платформу? Сигарев. Вот таких, которых сейчас сегодня нет в кино. Я очень хочу ее реализовать. И это реализует, если сейчас все получится, материал Сигарева. Понимаешь? Вот, и если мне дадут играть то, что я хочу, да, то, что я хорошо сделаю, я пойду, все отдам. Вот, ну, нет этого материала. Кто я? Я, там, не знаю. Слушай, я вот ничто, вот, но во мне есть какие-то еще темы, которые охота вынести в кино. Это женский алкоголизм. Ну, ты же это отчасти, понятно, что частично, ты же это и так играешь в Ольге. Это и так у тебя... Ну, это не алкоголизм. Охота дальше пойти. Охота прям, знаешь, вообще, что интересно? Почему это дальше? Интересно клоунаду уже, знаешь, вот уже на отрыв охота пойти. Клоунаду вот в хороших традициях, как Любовь и Голуби, родня, знаешь, вот охота психовать и вот так вот просто бомбить. Охеренную комедию вот прям с трешем. Любовь и Голуби, да. Понимаешь, да, меня? Вот охота такое делать, если бы это написали кто-то из ребят, мне не важно, кто это. Я бы сказала, да, да, конечно, давайте сделаем. И вдруг опять Сигарев пишет такое. А это про сегодняшний день? Да, да. Вот такая героиня, она вообще попадает в сегодняшний день? Или транссексуалы, или кого-то ужасно. Вот я хочу лкашек жутких играть, да. Вот, послушай, ну они как бы такие дивы, гламурные, которые идут к этому. Ты и так народная героиня. Ты такая, мы с этого начинали, Нонна Мордюкова. У тебя не было, наоборот, желания сыграть вот как раз гламурную Шарли Стерон красотку. Если бы я написала, я бы попробовала. Сама говоришь, что дать интервью Собчак не хотелось, но вот сложнее первая появилась дала. Ты же понимаешь, что с твоим характером, с твоим темпераментом, с твоей народностью тебе сыграть идеальную красавицу было бы сложно. Не пришел материал. Не пришел материал, что я об этом буду париться. Ну, ты бы хотела. Ну, наверное, не совсем вижу какой-то образ. Отмахнулась же бы, точно. Не уверена. Вот если бы он пришел качественно прописанный, никто не умеет писать диалоги, ну, мало кто имеется в виду, и вообще характеры прописывать, ну, я знаешь, какая требовательная. Ну, вот я читаю материалы, говорю, это хуйня. Ну, в этом работать нельзя, это надо дорабатывать или еще что-то. Но при этом... И где смирение при этом? И при этом, а смирение знаешь в чем, что нет материала? Его нет, все. Тебя не спрашивают, ты не сплясывай. Никто не предлагал. Да, ну, Ксюшка, ну, мне никто не предлагал. Ну, правда. Никто не видит во мне вот как раз то, что ты описываешь, да? И, возможно, они правы. Вот как раз смирение в том, что люди не видят во мне. А вот люди хотят, как раз страдали очень сильно, да, все глыбы советского кинематографа о том, что, а, мы играем алкашей, а охота что-то другое. Иди нахрен. Народ хочет это. Вот это служение. Да, все. Вицыны, маргумы. И та-та-та-та-та-та. Все они посыпались и орали там, что нас что-то не устраивает. Вот я не попала в эту ловушку. А я в ней была. Я уже думала, э-э, подождите, я так и буду теток играть. Бррр, отмотала назад. Да, окей. Все. Понимаешь? А дальше, что я могу к этим теткам еще принести? Погоди, они спиваются. Я это прошла. Имею право об этом говорить, да, ну, как бы порассказывать. И вот, вот Вася меня чувствует лучше всех. Он вдруг пишет сериал, на который я очень сначала удивилась. Я пока не могу его спойлерить. Но при этом я говорю, а как, откуда у тебя это пришло? Он говорит, не знаю, захотел вот такую достаточно коммерческую вещь. Да, и при этом он не хочет снимать. Я говорю, слушай, а я бы там поиграла, а там не главная роль у меня. То есть я могла бы тоже там претендовать, но такая, я говорю, слушай, а вот алкашка замечательная, да. Он говорит, давай вот алкашку. Я говорю, давай. Я говорю, погоди, это классно. Я уже начинаю сразу разгонять образ, да. Знакомым актрисам, моим подругам, которых я очень люблю, говорю, девки, приходите, надо там поиграть. И как раз главную роль, да, и Вася говорит, что вот, наверное, она, я тоже без спойлеров, да. Я говорю, слушай, давай она, вот это круто. И мы начинаем команду складывать уже. Он говорит, я не хочу снимать, но хочет купить там один продюсер. Я говорю, ну передай нас тоже туда. Он говорит, а я сообщил, что вот будут вот такие девки. Тут заорол класс. Но это на ТНТ-премьер будет? Нет, нет. На другой платформе? Да, на другой платформе. Поэтому, вот смотри, когда я сижу без ожидания. А кто будет снимать? Мы не знаем еще. Будем смотреть. А платформа какая? Море? Нет. Не скажу пока. Старт? Не скажу пока, чтобы... Ока, Старт, Айви. Чего их всего четыре? Вот, и вот класс не догадалась. И скажу еще потом. Та волозобойная. Ну, слушай, природу не обманешь. Ну, какая нахер, ну там, светская львица или там гламурная дева? Я смотрела на тебя в этой роли. Мне кажется, это было больше. Не, знаешь еще, если честно, вот мне нравятся крутые, всегда нравились такие телки, типа рокерши, которые сбухались или снаркоманились, а потом сказали, ммм, стопе. И вот я днище знаю, да, и сыграла бы с удовольствием. А потом, блядь, шуба в пол, понимаешь, михомая красота. Как бы, всяко может быть, да, вот это, конечно, может, да. Пойдем, покажешь мне. Пошли. У нас дождь закончился, да? Крепкие какие-нибудь. Я крепкий тамак. А, подожди, да, дверь жираем. Закрываем Ленку нафигу. Давай, справишься? Все, и колокола бьет. Мы выходим и бьют колокола. Как по-русски? Так ты любишь? Да. Символизм. Ой-ой-ой. Всегда выходишь из дома и бьют колокола. Слушай, ну классно, да, ведь тут? Угу. Знаешь? Вот теперь мне интересно, закрыла ты Лену или нет? Нет, конечно. Она откроется, да? Ну я же тоже, хоть и хуевая актриса, но обучаемая. Я пошуровала ключиком. Пошуровала, сделала вид. Да. Вот такая ты актриса, сделала вид. А мы, сука, там живем в кадре, понимаешь? А я обозначила. А ты обозначила. У меня мастер в театральном институте за это нас... Меня, слава богу, не убила, я ничего не обозначила. А кого обозначили? Ну, кто обозначил что-то в кадре? Ой, как он матом крыл. Нас так матом крыли вообще всегда. Мы такие закаленные. Ну это вот, кстати, тоже чисто же русская школа. На Западе бы сказали, что это унижение личности. Если личность не понимает по-хорошему... Видишь, как в стране у вас башку прострелили и вперед. Что-то поняла сразу. А вот что ты, кстати, думаешь в этих методах русского воспитания актеров? Там же действительно на них орут, унижают. Смотри, если орет мастер по-настоящему с большой буквы, тогда, наверное, это необходимо. Но это мастеру решать. Я тоже орущая, если честно. Вот и когда мне доставляется возможность... По новой этике такого мастера сейчас бы заклеймили и уволили, понимаешь? Ну, я говорю о гениальных людях, да, которые преподают. И, ну, заклеймите, и у нас вообще ничего не будет. Будет школа штампованная, да, которая и так есть сегодня. И просто, ну, непонятно, чему ребята учат. А чему там учат? Условно ключ завернуть? Я типа дверь закрыла. Вот этому он, да? Ну нахер. Каренины готовые выходят. Анны, все Аннушки. У нас в доме осталась ассистентка. И я переживаю, что Собчак ее закрыла. Я не закрыла. Вот наша русская школа. А надо было закрыть. Надо было закрыть. Какого-то кроножан. Нет, стоп-кадр. Открываем, выпускаем ассистентку. Говорим, Лен, ты свободна. Красивая церковь-то какая. Ты полюбуйся. Вообще. Вот вид из дома. Я люблю такой отдых, когда ты одна как дура шарошишься в какой-то юбке. Каких-то там... Анна, тебе красиво. Это все тоже не кокетничество. Я люблю. Все подобрала, маечку, смотрите, тон, полутон. А догадайся, смотри. Приезжаешь же в поездку, у тебя, на самом деле, что-то не хватает. Да. Вот погода испортилась. А я такая, пошла в магазин быстро, что-то увидела, купила. 5300 рублей. Оф, да. Прекрасно. А юбка называется? Сняли? Марья. Да. Цена есть? Есть. Класс. Ты любишь, да, такие штучки? Мне очень нравится. Цену показать, в смысле. Да, да. Это вот ярлык, чё? Я для тебя и оставила. Я же знаю, что ты любишь. Так и любишь. Так и любишь всякую хуету. Осторожно. Ой. Смотри. Ничего себе. Вот смотри. Господи, какого... Ты же все какого размера. Ты мне объясни, почему храм охраняет вот этот вот бедный пёс огромный? Вот я тоже не понимаю, зачем вообще в храме такого размера собак? Хорошо, что её в том храме, куда я ездила, не могла. Зачем вообще все храмы есть, но они не для людей? Вот ещё хороший вопрос, понимаешь? Вот почему нам вечно приходится вот этим вот людям, которые ну хотят сделать свою страну лучше, обращаются к Западу, к Европе. Почему? Потому что мы видим, что у них есть опыт хороший какой-то, да? Ну допустим, там любой храм будет открыт круглосуточно. Туда может зайти бездомный человек и переночевать. Да, допустим. Блин, ну правильно это для людей. А у нас ты сейчас ни в одну не попадёшь здесь в церковь. Кстати, ты в курсе? Почему? Всё закрыто. Ну ладно, ты шутишь. А это может из-за карантина? Подожди-ка. Ну может быть, да. Ну то есть зайти-то можно, как ты уже заходила? Ты что к ним вообще полезла? А, ты готовилась. Там детей сбивали, там огромное же дело как бы, там на нас вышли воспитанники, мы вообще как бы в этой теме. А ты же не журналист в принципе. В смысле не журналист? Интервьюер. Ну как, они связались с нами, стали рассказывать об этом, и мы решили сделать кино. Мы же делаем док-фильмы. У нас целая линейка документального кино. Я не только делаю интервью. Короче, почему всё закрыто, объясни мне. Мы мало куда попали. Ну музеи открыты, и монастырь даже был открыт, и тюрьма. Там есть ещё тюрьма. Но она тоже так частично открыта была. А в основном, нет, ты в храм не попадёшь. Всегда встают вопрос, а зачем тогда у нас такое богатое убранство в церквях, да, для того, чтобы потом туда никто не попал. Они вынуждены их закрывать. Потому что там торговля, там товары, там иконы. Ну вот видишь? Это тут как на Арбате практически. Вот так вот параллельно торгуют бабушки ягодами, да, там грибочки, то всё. Что ты, красота. Слушай, да, там целый рынок. Там же рынок. Ой, да, я хочу поссорить. Пошли, вот там, где ягоды покупаем. Здрасьте. Грузди мочёные. Здравствуйте. А ягода у вас дальше там? Пошли посмотрим дальше. Ягоды дальше, да? А вот ягоды дальше. Конечно, валенки я себе прикупила. А что-то земляники нету сегодня, да? Нет, она отходит уже. Уже отходит? Мы успели на землянику. Ты не успела на землянику, на самом деле. Да, тут прямо, видишь, рыночек. Я тебе прямо в какой-нибудь кусочках задарю. Ой, спасибо. Как-то неудобно. Это нормально, нормально. Ой, спасибо большое. Мы вас так любим. Спасибо. Они вас так любят. Видишь, я думала, мне все ненавидят. Ну, знаешь, кто-то меня. Ну, чё ты, ну, кто-то любит. Класс же. Давайте я тебе сейчас оба срумалину. Они всегда так говорят. Шучу. А ты сучка крашена. Шучка крашена. Нормально. А ты на оружие, значит, ты реагировал. Ты воин, что ли? Да, я, ну, ты знаешь, я воин. Света холодного оружия. А, холодного оружия. То есть подлая? Нет, я языком воюю. Языком воюю. Нравится? Мне, да, ой, не сносите только. Ксюш, иди сфоткайся. Ну, давайте, да, давайте. Я хожу всегда, когда просим. Руки трясутся даже. У них всегда они трясутся нормально. Слушайте, а что они все церкви закрыты? Из-за карантина? Из-за карантина, ну, реставрация, потому что. Ну, понятно. Реставрация пожизненная. А у них 9 мая все еще. Ночью оно светится красиво. Понимаешь? Вот она, наша родина. 9 мая пожизненная. Я думаю, до Нового года. Стоит легко. Пожизненная, Ксюша. Пожизненное президентство, пожизненное 9 мая. А ну ты разговаривала. Чинарик, лаванда, грузди моченые. У меня все, да. Молодец. Хорошо. Я вот разговаривала с Викторией Исаковой, с актрисой. А с Бэкхом поговорила? Нет, конечно. Я не для интервью. Я просто не разговаривала. Она говорит, вот если меня куда-то зовут, я точно знаю, что, скорее всего, со мной конкурировать, ну, в кастинге на хороший фильм будет Рапопорт и Хаматова. Нас почему-то в одну как бы... Да? Ну, бывает, это было очень не знаю. А ты с кем по типажу конкурируешь? Будет это звучать нагло или нет? Ни с кем. Спасибо. Вот ради этого ответа. Да, помнишь, у меня спрашивала сегодня? Да. С кем, да, на роль меня пробует? Ну, кроме шуток, на Ольгу пробовали всю страну, если что, так что. Серьезно? Да. Да, они перепробовали много актрисе. Все там были актрисы? Да, да. Ну, там все вот были вот эти модные актрисы, появились к ВНовски на ТНТ. Все, кто такие женщины-огонь. Варнава какая-нибудь. Варнава нет, а вот я думаю, это как раз вот из разряда теток наших русских. Потом, я знаю, что у Колова. Ну, много. На самом деле, очень много было актрис перепробовано. Вот. Но она моложе меня. Я придумала твоего конкурента. Кого? Давай. В одной нише с тобой. Ну, давай. Вы как, понимаешь, Оксимирон и Баста. Ну, давай, давай. Ну, у Колова, конечно, она тоже. Говорю, что-то есть. Да, но она моложе, мы поэтому не конкурируем. Да. Но она не сильно моложе. Мне кажется, сильно. Да? Ей, наверное, 30 чем-то. Вот сколько лядовой? Вот у Коловой так. Вот у Коловой так же где-то. 10 лет разница. Ну, вы с ней вот в одной, то есть, условно, я бы ее Ольгой представила. Я ее люблю, мы ее жить вот брали, сниматься тоже, приглашали. Она хорошо отработала очень. А в театр не вернешься? Знаешь, если вернусь, то вот в такой, какой вот уже, типа Крымова. Мне очень нравится театр Крымова вообще. Я люблю очень. Я хочу вот этот гротеск, лаунаду, знаешь, вот бомбить уже по-черному хочется. Она, корень, она понравилась тебе? Да, да, очень. Сережа, да, он назывался? Да, Сережа. И ползала выходила. И меня была довольна, потому что я не люблю в тесноте сидеть. Люди выходили, а я наслаждалась. Мне Крымов очень нравится, и вообще я хожу. Я обожаю Крымова. Да, я хожу в его театр, смотрю все его ранние постановки, они там уже много лет идут. Какой пролюбенный спектакль? Ну, я пока все у него люблю, потому что меня там все удивляет. Вот именно вся его колонада. Ну, вот если наши зрители не видели ничего. Ну, пока Сережа, пока Сережа из того, что я увидела. Сережу прямо рекомендую, конечно. У Сегрива же была тоже очень хорошая экранизация, ну, экранизацию снимала, господи, имя вылетело. Так бывает. Про Скурина, ну, вообще у него был А.Каренин, он под Табакова писал. Вот, и его потом поставили ученики Серебренникова, по-моему. Тоже хорошая штука была, А.Каренин. Видишь, с Карениной можно мять. Там столько линий, там же много всего. Именно тему. И он развивал старого Каренина тему. Что тот старый из-за молодухи начинает дергаться. Тоже классно получилось. Вот. И Сережа мне понравился. Ну, в смысле, я не думаю, что прямо в конце надо было делать то, что сделал Крым. Ну, ты какую хотела драматическую, театральную роль? То есть ты кем себя видишь? Анастасия Филипповна, Каренина? Кем? Мне всегда... Вот это вот все всегда спрашивают. Конечно, все равно главная женская – это Каренина. Потому что это вызов. Это всегда вызов. Ее можно раскладывать по-разному. Можно, пожалуйста, по жезофренической линии. Можно по феминистской. Как угодно. Когда где-то в поездке, я обязательно что-то покупаю. Потому что... А вот эти медведи, они вообще роскошные на самом деле. Это дизайнер... Сейчас тебе скажу, кто это. Бартенев. Да. Это очень крутые медведи. Я его знаю, Бартенева. Бартенева же знаю, да. Он здесь, пожалуйста, представлен в медведях. И все это очень красиво. Все, красота. Я, естественно, затарилась уже, понимаешь. Что купила? Что-то там какие-то тарелки, знаешь, там... Вообще, мне очень нравится все узбекское. Вот такое я купила классно. Да, я тоже это... Здрасте, еще раз. Здрасте. Я на завтраке была. Проходи, Ксюша. Класс. Здрасте. Здрасте, здрасте. О, какой у нас вид. Сейчас это... Прямо, мне кажется... Сейчас парни... Наши ребята, да, сейчас скажут, наконец-таки не на фоне кухни и какой-то херни Собчак нас заставляет снимать. Так я... Да, я сегодня рыжала. Говорю, Собчак хочет снять меня, если на фоне куполов, я еще наколю на глазах, не буди, и будет все классно. Ну, здорово. Слушай, а ты с Германией-то продолжаешь дружить? А мы не видимся нигде. Она же там в бога вся убилась. И... Она замуж, да, вышла? Она же с животиком у тебя была? Я вообще реагирую на людей с пузиком очень хорошо. У меня сейчас подруга тоже в положении, и я прямо около ее пузика. К тебе попадают и с пузиком. Я сразу добрая. Ну, понимаешь, что ты уже как бы сейчас на пограничной истории, что тебе надо либо яйцеклетки замораживать. Я приняла решение... Что-нибудь. Да, я приняла решение такое. Не пожалеешь. Был момент, не знаю, был момент, когда вот все заморозить срочно, все это. С Васей поржали, он говорит. Я говорю, нужно от тебя, он говорит, хоть два. Вот, но... Я приняла решение быть полезной большему количеству людей, чем одному ребенку. Вот это как раз молодежь сегодняшняя, которую... Если я рожу, Ксюш, я все отмету. Это я вижу. Это же понятно, да, ведь, что я... Я все этому ребенку отдам. Вот все, что не додала Кольке, все, что считаю сегодня свои возможности, свои желания, свою любовь, я все отдам. Я откажусь от своих желаний напрочь. Ну, разве это плохо? Мне кажется, нельзя осчастливить весь мир. Это хорошо, если бы в меру, опять же. Я боюсь, что я выращу свинью какую-то в этом смысле. Ну, то есть это может получиться. Да, вот я не готова вырастить свободного человека. Вот я как раз... Вот эти мысли, когда были рожать или не рожать, сегодня-то их нет уже. Когда ты говоришь, я там, вот Платон, вот все, да. И я понимаю тебя, ты хочешь за него много чего делать, лишь бы он был счастлив. То есть все твои поступки в отношении сына, сделать за него что-то, они обусловлены благими намерениями, да. И вот я этих благих намерений-то и боюсь. Я боюсь, что я человеку закрою свободу. Что я за него проживу опять этот путь, а потом он вышмыгнет куда-то и скажет, знаешь, что, дорогая, а я вот так решил. И я типа разрушусь. Ну, потому что я разрушалась, но я там и не вкладывалась в сына так, как сегодня бы это сделала, да, уже зрелая женщина. Ну, что там в 17 лет рожаешь, сама ребенок, и ты чего-то еще рожаешь. Ну, а нет такого вот первобытного страха, что нету никакого родного по крови человека в мире больше? Нет, этого нет. У меня нету родства по крови. В этом смысле это никогда не было приоритетом. Есть люди, друзья, есть коллеги. Ну, слушай, меня такие люди окружают классные. Мне так везет. Вот правда, я просто благодарю постоянно небеса за то, что такие люди рядом. А по крови ее как раз, как правило, не совпадение какое-то было. Я не обязана их была терпеть, потому что, ну и что, что по крови. А не боишься, что пожалеешь о решении с ребенком? Там будет тебе 50-60. А это тоже отбоялось уже. Вот тоже отбоялось. Вот 45 прямо. Я не знаю, блин, как будет через 5-10 лет. Не знаю, но есть детские дома. Все, Ксюш, продумано. Есть же детские дома. Ну, не твоя же кровь будет. Ну и что? Ну как вот, знаешь, вот... Те, кто у меня были по крови, мы жили как кошки с собакой. Я знаю, ты знаешь, абсолютно все эти кричащие дети в самолетах. Это был мой ад. Да все понятно. А дальше, когда ты видишь не просто ребенка, а ты себя видишь. А я добилась рая благодаря всем вам, кто рожает. Вот я вижу беременную женщину, и я млею. Я не смогу ей вообще ничего дурного сделать. И я только буду ей служить, потому что вот сейчас беременная женщина рядом. Нужно о ней заботиться. Кричащие дети в самолетах, которых я раньше не выносила так же, сегодня меня только умиляют, потому что бедненьки, наверное, ушки закладывают. Я меняюсь, у меня меняется взгляд на мир. Разве нужно для этого рожать? Если я уже изменилась. Нет, Глаза, не хочешь. Тебя изменил твой собственный ребенок. Не хочешь источник любви? Я его имею. Я его имею. Это же дополнительный, и он никогда не исчезает. Я имею главный источник. Меня бог любит. Ничего нет главнее его. Нет. Это бог. И поэтому... Ты просила сала? Я пошла в разнос, ребят. Раз уж у нас тут суздали, то тогда и сало. А вот как ты для себя разделяешь веру и религию? Вот это как-то... Да, вера – это все-таки вера в то, что есть более что-то могущественное, чем я. А религия – это ритуалы. Да, я вот в это верю, что он меня любит, все идет правильно, все идет так, как надо. Вот это вера. А религия – это, конечно... Ну, вера, прежде всего, это смирение. Да, оно без смирения не работает, потому что если ты говоришь, руководишь им и говоришь, подожди-ка, нет, это сейчас ошибка была. Нет. Ты должен вот так. Нет, не должен. Вот. А религия такая, ну, она для меня детская. Православие – это уже детская форма, вот, ну, практик, которая для меня сегодня, ну, ну, прям детская. Ат, рай, вот это вот. А каких практик что-то имеешь? А все практика. Это путь, это практика. Ты и есть практика, ты и есть религия, да, то, что ты создаешь там внутри себя. Я однажды увидела девку в церкви. Она упала на колени перед распятием и просто сказала «прости». Эта девка была я, которая ему сказала «прости». Вот после сына смерти, когда я уже спивалась, я ему сказала «прости». Через несколько там мгновений уже я уже трезвая. Он меня простил. Я понимала, за что все в жизни дано. Это я сделала. Ты понимала, что это наказание? Нет, это я себя наказала. И теперь мне нужно было из этого выйти. И вот этот первый и последний акт в церкви, когда я просто встала на колени и сказала ему «прости». Я ни о чем его не просила. И он меня сделал трезвой. Понимаешь? Вот это вот, вот это по-настоящему. И я сейчас на это смотрю, как на девку в церкви, которой я поверила. Она ничего не попросила. Она ему сказала «прости». А он великий. Он сразу «ты что вообще? Я же разве тебя наказывал? Ты же сама все разрушила». И все стало, пошло по-другому. Я перестала бухать. И все получилось. А вот все-таки из религии какая тебе ближе? Есть такое? Ну, что кто-то убедительный? Все интересные очень. Везде я набралась инструментов. Ну, буддизм и религия, понятно, да? Ну, почему буддизм тоже? Мне вообще буддизм нравится, но мне нравится то, что во мне формируется. То есть, в каком-то смысле это создало свою религию? Совершенно верно, да, 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 да. Это был поиск сперва. Вот я практиками называю все. Конфессии, медитации, что? Ну, а ты делаешь какие-то ритуалы, не знаю, холотропное дыхание, аюваску какие-то. А, на айваске я была. Я медитирую. На айваске-то была? В Перу? Да. Блин, расскажи об этом. Ты знаешь, ты один раз это делала? Ну, я там пожила прямо. Сколько? Это не один раз. Я пожила там около месяца. С мужем или одной? Нет, я одна, я же всегда одна езжу. Вообще одна. Я говорила, да. Но это же делается в группе. Это делается в группе, но это удивительно, как со мной это проделал, опять же, создатель, что я попадаю совершенно случайно к одной знакомой. Она говорит, я уезжаю, туда не берут туристов, там все серьезно, не про то, чтобы ахайваска, а там прямо вот люди едут у шамана учиться. А я понимаю, что мне надо туда. И она говорит, и мне показали, что тебе туда надо. Я говорю, да. И я туда еду. И туда никому простому, там, обывателю не доехать. И ты едешь с подругой? Это даже не подруга. Это проводники, которые вот сами едут там учиться, чиститься после своей практики. и они там помогают людям и так далее. Ты сейчас от борща просто забалдеешь. Но и у тебя был позитивный с этим опыт? Да. Да. У тебя не было мощное духовное переживание. Смерти вот это все как я его прошла. Фу, да. Но я помню, что это прямо... Ты была тоже, да? Это было очень такая прямо страшная вещь. Мощно, мощно, да, Вить? Мощно! Не побалуешься, знаешь, не наездишься, как говорится. Можно обосраться раз и навсегда. И больше этого не делать. Ты знаешь, я больше этого не делаю, но не потому что обосралась, а потому что я все получила. Мне показали путь, все нормально, мне сказать, ты все правильно делаешь. Шаманы были с разных стран. Канада, Америка. И они ко мне подходили и прямо спрашивали, ты кто? Почему ты напрямую ходишь к Богу? Я говорю, мне нахуй посредники не нужны. Они офигели, они говорят, ты как... Блин, вообще, ну, то есть, люди добиваются того, чтобы пройти там дальше. Ну, это годами можно добиваться и не получить. А я очень так, знаешь, решительно пришла, сказала, так, все, проводите. Я пошла с тобой после этого. Каким ты вышла оттуда, человек? Успокоилась, свободно. Все вопросы решили. Решила не тако, что ты любишь весь мир, что ты хочешь всех обнять. Это временно, это временно. Это эйфория временно. Она идет где-то месяц, ей не надо доверять особо. Ну, то есть, хорошее состояние, это хорошо. А потом ты встаешь, тебя будто на ручках пронесли, так, знаешь, да, а потом поставили и сказали, а теперь сама. И вот когда я встала сама, я просто опять ответила за базар. Вот все договоренности, которые там произошли, я пошла выполнять. Поэтому... Это не смущает, что сейчас это стала такая модная вещь, которую делают, чуть ли уже, понимаешь, там, скоро начнут московских кафе. Так это же хорошо. Это хорошо. Это же люди открываются, открытый разум, представляешь? И люди правда становятся добрее. Этот опыт им дан не просто так. И вот то, что ты как раз обратила внимание, что вот доброта, любовь к этому миру, ну, это же круто. Это же круто. И вот как раз мы устали от злоупотребления власти, да, Вайнштейн, это как раз про это для меня, да, это все злоупотребление. И все наши государи, президенты, это все надоело, мир будет выходить на другой уровень, ну, в плане управления, да, миром. И я даже не знаю, что это будет за форма. Слушай, ну, для меня Вайнштейн не про это. Я тебе скажу почему. Почему? все знали, абсолютно злоупотреблял еще как. Да. Все знали все эти годы, что он ужасная свинья в этом смысле. Это говорили все, кто его знал. И потерпели, да? Я была там с ним знакома случайно в одной компании. Он показывал фильм «Король говорит» нашим друзьям, и я там оказалась там на большой лодке. Угу. И все эти друзья мне рассказывают, какой он вообще, какой он извращенец и так далее. То есть это была общепризнанная информация. Но все молчали. Это для меня история про то, что это про Маугли история, про Шерхана. Ты слабеешь, и на тебя накидываются шахал. Пока ты в силе, все закрывают глаза. Все молчали, да? Ну, вот видишь, да. И мне эта история, ну, как бы, а где вы все... Мне же так не знакомы с этим человеком, видишь, как ты... Не, ну, в индустрии, ну как, ну ты же у тебя тоже куча друзей в индустрии. Все о нем говорили, что он всегда распускал руки тысячи этих женщин, этих кейсов и так далее. То есть это история про вседозволенность, пока ты сильный. Да, да. И про то, как все тебя подталкивают, когда ты падаешь. То есть давай так, он ковал оружие против себя. Я-то однажды встала после всех своих деяний в жизни и сказала, стыдно не могу. Не могу так больше жить. Я не имею права никакого влиять на волю другого человека, любого. Сын, муж, друг, политик. Нету-нету такого права совсем. И мне стало так тошно, и я не понимала, что с этим сделать. И тогда появилась моя религия, мой путь. Начала пробовать то Айваска, то еще что-то. А с чего она началась? Вот она с этого всего и началась. С Айваски? Нет, ну вот сначала началось в Айваске. Религия, вот в какой момент, вот своя ощущение, с какой-то пока еще пустоты. Вот просто образовалась пустота, и туда стала заходить музыка какая-то вот другая, нежели раньше звучала. Просто я почувствовала, какое ледяное сердце у меня. Какой жестокий человек. Какая я эгоистка, сука. Я проризана эгоизмом, понимаешь? До такой степени, что жить тошно стало. В Айнштейну не стало. Он шел к суду человеческому. Я пришла к своему суду, да, вот когда, ну, стоп, ты что, сука, охуела? Ты кто такая вообще? Понимаешь? И, а потом пошли вот поиски. Так, Айвазка, говорят, есть. Так, что есть еще? Мне надо было поговорить с кем? Со мной. Сказать, Троянова, ты охуела? Давай что-то менять уже. Только как я не знала? Поэтому помогали инструменты. Это и православие, да, я туда заходила, выходила. Айвазка, выходила. Так, что еще? Ага, психоанализ. Психоанализ, но я не очень люблю психотерапию вообще в целом, но даже туда обращалась, Ксюша. Вот настолько была потеряна. Вот помогло это? Все помогло. Вот понимаешь, все вкупе. Поэтому сегодня, благодаря тому, что я попробовала много чего, есть уважение к любой религии, да, вот это вот и есть толерантность, которую я начала вдруг вырабатывать, дала ей просто согласие. Вот этой вот силе сказать, давай, давай будем толерантными, давай будем вот любить, научи. Только я не знаю как, И я пошла. Я просто пошла. А почему психотерапию не любишь? Потому что ее мало хорошее, в основном это сбор бабок, а поговорить можно за раз вот так вот с человеком, если он готов. И я пошла уже туда, куда вот сегодня я иду и пойду. Ну, сегодня я туда иду. Я иду к счастливой смерти, кстати, вот о чем, да, тоже разговаривали. А ты точно сейчас понимаешь, куда ты идешь? Да. А маму удалось простить тебя? Да, потому что я как раз протрезвела, мы снялись в стране ОС, и даже в стране ОС в кадре ее пельмени, которые она лепила, их Чурикова сваливает в кастрюлю, это мама нам налепила. Вот это наши пошли прощальные дни и месяцы, ну нет, мы там еще несколько лет ее повытаскивали, уже был рак просто. И слава богу, что я была трезвая, у меня получилось долг дочери отдать. Вот хорошей дочери, которой никогда не было во мне, и вдруг вот ситуация, что я приняла решение больше не страдать и не убивать себя, тут же меня, да, создатель занял. Он сказал, ну на тебе тогда маму больную, вот у нее рак. А эта женщина такая была, знаешь, она, конечно, богиня вообще. И было, не верилось, что у нее может быть рак, да ну. она там знаешь такая, так, Новый год я буду отмечать под Биг Беном и улетает. Вот такая вот, и как можно было, поверить, что она умирает, но и при этом она умирала, и у меня была возможность за ней поухаживать и проводить ее. И умерла она на руках в семье, хотя изначально я хотела ее просто сдать куда-нибудь, как бы у вас этим непрощением, знаешь, вот у нас такая жизнь, я тебе нахочу, дорогой сдам, там, пансионат, да, куда угодно, хоспис, чтобы за тобой ухаживали, я не буду. У меня сестра вразумила, она сказала, Яна, мама хотела бы с нами жить. Я быстро купила квартиру, быстро сделала ремонт, вот такой прям кукольный, знаешь, вот, она еще попросила розовые стены, я сказала, это я уже не готова, нет, вот, и сестра мне опять же говорит, младшая сестра говорит, Яна, но это же ей там жить, если ты ей берешь, почему ты не можешь сделать розовые стены, и я опять нашла, ага, я опять хочу руководить процессом, да, ты будешь умирать без розовых стен, да, там, вот давай розовые стены, какие-то люстрочки, быстро, 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 и мама ложится, и прямо я успеваю ей что-то готовить, есть, менять подгузники, и мама полетела. Вот это было прямо мне подарок, что очень важно. Сколько был этот период такого? Года два? Три года мы ее спасали, сначала она все равно ходячая, а потом уже вот последние месяцы это уже в Лешку, конечно, но очень добрая Лешка, она нас не, вот говорят, когда люди уходят, да, они злятся, там, агония и так далее, матерят, мама всю жизнь нас гоняла, была в агонии, и вдруг маленькая мама лежит, вот малюсенькая, ребеночек, и у меня сердце, да, оттаяло, я говорю, прости меня за все, прости, что не могла быть хорошей дочерью всегда, она мне сказала, ты хорошая дочь, и башка раз назад, это пошли первые, вот уже провалы, комы, из которых выходила иногда, я говорила, а что у нас покушать? Она даже умирала классно, вот понимаешь, вот настолько человек был свободный, и никогда не была замужем, вот все как-то не сложилось, она к 18 годам уже прочитала, всю мировую классику, вундеркинд, то есть у нее даже зрение портилось от того, что она очень много читает, вот настолько была интересная девка, а ничего не сложилось, ну вот в плане, не те ставки, ставки на мужиков, знаешь, а не ставки на то, что ей даны возможности, вот это был мощный проеб, который я простить не могла, и мы вечно вот бодались. Ты считаешь, можно умирать классно? Это возможно вообще? Да, я двигаюсь к счастливой смерти, вот если я сегодня продолжу свое движение, я двигаюсь к счастливой смерти, умирать все равно придется, это иллюзия там о вечной жизни, и, ну вот этот страх, а как это меня не будет? Вот умирать надо классно, по-доброму, но в плане, если ты двигаешься так, что исправил все косяки, ты будешь уходить спокойно. Вот я маме позволила уйти спокойно, простить ее, попросить прощения, была рядом сестра, это все, и дети сестры, у нас больше не было семьи, все тоже вымерли, и вот мы были вместе, да, да. Но главное еще человеку не говорить, что он умирает, конечно. Вот это тоже нюанс, который я не проебала, потому что я ей говорила, она говорила, ты меня в Ялту отправишь? Я говорю, да, я тебе возьму СВ, ты поедешь, это ты. Врала уже, но чтобы вот уже не дергать ее. Это все Бог покажет, куда идти, слушай. То есть сегодня я вот это вот рассказываю, завтра, может, он еще что-то покажет, пойду. И вот, и возможно, я тогда до детского дома дойду, я не знаю, да, то есть кому-то открыть двери этого мира, сказать, да ты что, чувак, никто тебя не бросал, нахуй, тебя просто передали в этот домик, чтобы я за тобой зашла. Пошли посмотрим, что там растет вообще в этом мире. Поэтому посмотрим, куда пойдем, куда поведут. Я-то уже не выбираю. Здесь колокола с утра до вечера, понимаешь? Вот у нас финал разговор. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok